Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 июля 2016 года четверг. По одному из старинных шестой день месяца получения даров природы 7 524 лета. Осьмица. Сегодня последний день русалей. Завтра ожидается день Бога Купала, с чем я вас и поздравляю. И сегодня христиане празднуют день Ивана Купала, с чем я их тоже поздравляю. Поздравляю! Или Иванов день. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Жизненная позиция. Часть вторая». Почему часть вторая? Да потому что автор-сведущий сегодня у нас Власенко Виктор Леонидович. Здравия тебе! Здравия всем! А у нас была такая же передача под таким же названием, только часть первая. И была она не в прошлом году, а была еще давным-давно. Ну вот решили мы провести вторую часть. Вторую часть «Жизненной позиции». И я думаю, что Виктор нам расскажет. Почему ты решил продолжить беседу с таким же названием «Жизненная позиция»? Ну, в прошлый раз вопросы не успел ответить, и были. И не все сказал, что хотел сказать. Там время было ограничено, я не дома был, а в гостях, так сказать. Интернет был не мой. Понятно. Там вопросы были, задавали. Я говорю, ну, типа, когда в следующий раз, как получится, интернет сделаю. Вот сейчас интернет у меня появится. Ага. Хорошо, хорошо. Ну что ж, как говорится, дорвался до компьютера, до интернета, и теперь все в твоих руках, все в твоих силах. Ну что ж, давай сразу тогда не откладывать долгий ящик. Начнем с тобой и разбирать, в чем же заключается «Жизненная позиция», в чем суть этого нашего эфира и так далее. Ну, напомню, что для тех, кто еще не знаком со структурой эфиров, сначала анонс выкладывается. Вот в анонсе там указаны три составляющие нашего эфира. Это осмысление, постановка вопросов о логике, об основах юриспруденции, русский язык, значение слов и образов, о матрице 7 на 7, о озвученных и озвученных истинных оккупаций, что мы можем, о принятии управления своей жизнью, ну и заявлений. Вот такие у нас будут слагающие нашего эфира. И теперь я предоставляю микрофон тебе. Буду в стороночке сидеть, наблюдать, нажимать на кнопочки. Ну, иногда вставлять какие-то реплики и озвучивать вопросы из нашего чата. Пожалуйста. Ну, как я все дела начинаю с молитвы. Прощу рот, рот небесный, укрепляя сердце мое святой вере, ибо ищу я силу и мудрость предков наших, сынок и внуков твоя, счастье и мир народам твоя, да во славу богов предков нашего, ура! Мы не и пристны от круга до круга, слава богам предков нашего, ура! Така быстро, така и си, така будет! Слава богам предков нашего, ура! Ну, всем здравомыслие! Ну, давай первый пункт о чем разбирать, да. Да, логика. Ну, я вот там не дописал, как вот, не получилось. Всем советую посмотреть лекции Катющика. Виктор Катющик, он очень хорошо рассказывает про науку и про логику. Вот. Что же это такое? У меня что-то заприняло. Ну, ладно. На память хотел записанного читать. Ну, своими словами то, что называется. Ну, значит, наука это не то, что думают млекопитающие. Вот. А то, что проверено опытом и осмыслено с помощью научного метода. То есть, с помощью логики. Вот. Научный метод. Критерий истины не в обертке, не умении млекопитающих, не количестве поклонников, а в соответствии научному методу. Научными являются не все умозаключения, а только основанные на знаниях. Знания. Достоверная информация о действительном мире, полученная опытным путем, то есть, полученная на основе наблюдаемых, измеряемых данных, реальных явлениях и объектов. Ну, здесь я еще, допустим, добавляю, что в медитации тоже можно получать знания. То есть, не только вот явные такие. Но все должно проверяться. То есть, и то, что получено с помощью медитации, ну, то есть, с помощью интуиции, так сказать, да, надо потом проверять логикой. Ну, то есть, соответствует противоречие есть или нет. То есть, существуют законы логики, а один из них не противоречивость. То есть, одно высказывание не должно противоречить другому. Вот, книжку читал учебник, еще советский, 53-го года, по логике. Ну, там пример переводится. Спора. Один говорит, у тебя убеждений никаких не существует. А второй спрашивает, а это твое убеждение? Он говорит, да. Он говорит, вот, видишь, первый пример. Уже одно убеждение есть. Вот, рассуждения логические какие. Ну, сам учебник я прочитал, там уже противоречия логических много. Поэтому, я говорю, у Катюши сейчас лучше всего посмотреть новое, что есть, по логике. Тут Света сразу задает вопрос, ты что такое, там чай, что ли, пьешь? У меня двух зубов нету. А, понятно. Свет, короче, не приставай, не мешай. Виктор, продолжай. Ну, и слюна сглатываю. Логическое мышление – это правильность построения мысли. Здесь, вот, правильно вопросы задавать. Правильно ставить вопросы. Вот, как мне тут с учительницей разговаривал. Она говорит, у тебя интересно, ты с такой стороны вопросы задаешь, что обычно такие не ставятся вопросы по-другому. Ну, еще люди иногда не понимают. Вот, пример. Я говорю, я имею право сделать то-то. А мне говорят, вот, ты собираешься, там угрожаешь. Я говорю, нет, это не значит, если имею право, это не значит, что я его применю, или я буду что-то делать. То есть, я могу сделать, а могу не сделать это. Ну, как вот, примеры. Почему я за логику заговорил? Потому что, когда буквицу изучал, вот, матришь 7 на 7, вот вопрос у меня, там же расстановка букв не соответствует логике. То есть, идет ИЖ 8, а потом идет ИЖ и 10. А фита 9 пропущена. Понимаете, нелогично. А раз нелогично, значит неправильно. Вот, я тогда переставил это все. Я выкладывал эту матрицу новую. И у тебя получилась своя матрица-буквица, да? Да, ну, я делал, значит, что я делал. Я сначала думал, думал, я больше года, это самое, где-то пару лет об этом работал. Как правильно поставить, чтобы соответствовало? И Андрей Ивашков сказал тогда, ну, в уроках я у него услышал. Он говорит, номер буквицы, где стоит, вот, первая, вторая, там, двадцатая, да, Должно, образ числа этого должен соответствовать образом буквы. Например, буква КАКО, да? На каком месте она должна стоять? И вопрос задают такой, КАКО, да? То есть, как это? А, буква ТВЕРДО. Она стоит 20, чуть-чуть, напутался. ТВЕРДО, буква ТВЕРДО, как, насколько ТВЕРДО, да? И получается, ТВЕРДО, СВЕРХ ТВЕРДОСТЬ, а СВЕРХ у нас 6, ДЗЕЛО. И получается, что буква ТВЕРДО должна стоять 26-й. Вот, ну, вот, по такому принципу. Или буква СЛОВО, да? Слово соединяет, она середина. Мы с помощью слов объединяемся. Вот. Как УСТОИ соединяет, ну, по-своему, тоже может быть. Потому что иногда числовое значение может несколько буквально соответствовать этому. Вот 25 и УСТОИ соответствует ОУ, да? Этому числу идет. Но и СЛОВО тоже соответствует. Ну, у меня в Матрице получилось, что СЛОВО 25 в середине как раз. Вот. Ну, когда логически, вот, ну, чисто математически вычислял, у меня не получалось. Ну, частично получилось. А потом я, значит, вырезал, ну, буквицы вырезал, положил их на эту, на Матрицу, да? И какую, как поставить. Он сидел, сел на медитацию и потом выдохнул. Ну, получилось, как выдох, да? Случайно. И у меня, которые не нужно, перевернулись и прямо стали, как должно быть. Ну, я потом проверил, вот, совпало. Вот эта таблица тогда, вот, я ее... То есть, два метода. И логический, и метод медитации, то есть интуитивный. То есть, божественное дыхание тебе помогло, да? Да, совпало, совпало все. Я потом еще раз, когда проверил, уже чисто логическим путем, на соответствие вот, числовым значениям. Ну, и здесь, смотри, вот, у меня же вот начало-то. Аз, аз ведаю, да, аз веде. Боги в глаголе. Где? Если. Если это многомерность, да? Боги, где многомерность? Вот, получилось слово немножко не так, да? Как в этой буквице. Хотя, я вот, можно любой порядок ставить. И всегда будут какие-нибудь истины различные. И в этой буквице, которую вот в Волгарде дают, да? Там, значит, истины такие, там матрица та, что сейчас происходит на земле. Ну, у нас в стране, в частности. Вот. Допустим, там идет... Ять, Юнь, Арь. Читаем. Арь. Хранитель, да? Или Арь, или воин-защитник, да? Юнь, вне основного потока. Ять соединения земного с местным. И у нас так же сейчас и есть. То есть, хранители, воин-защитники, вне основного потока. То есть, отдельно, единицы. Но сейчас больше и больше становится, кто просыпается. Ну, у меня сейчас свои, я точно не помню, как вот. Такое же. Или вот, как Андрей говорил, объяснял, вот, нелогично у него. Ну, и в Волгарде, это же не только он, вот там идет. От, от, а. Йота, от, окси, да? Йота, от, йота, от, окси, да? От, йота, от, окси. То есть, дух не приемнет познания. Так и написано. Вот в Веда сказано, что непознанное познавать, необъяснимое объяснение. Но это Веда сказано. А в Бухнице написано, дух не приемнет познания. И читать надо именно так, что написано, а не то, что как бы должно быть написано. И вот я, когда переставил вот эту, ну, матрицу, да? Там как раз все по-другому. Там как раз идет, что познание принимается. И там, ну, там, правда, дух немножко, это самое. Наш дух, он покоя идет. То есть, буквица кси стоит на месте. Между наш 50, кси 60 и он 70. Смысл матрицы меняется. Ну, тут же как раз вот ситуации в стране, в мире, в жизни нашей. Мы же сами программируем. И нас программируют через уроки, через книги, через тот же алфавит. Вот современный, который, да? В конце, эй-ю-я. Я вне основного потока всего. То есть, разделен со всеми. Тоже программа закладывается. Она закладывается с детства. И закладывается в подсознание. Особенно в подсознание больше всего закладывается то, что мы не можем осознать. То есть, говорят фразу тебе какую-то, ты ее не понимаешь, вот она на подсознание больше влияет. Если ты понял, что сказано, то тогда уже вот эта вот кодировка, можно убрать ее будет. Для этого надо осознать и понять, что написано, что зачитаешь. То есть, давай сейчас немножечко уточним. Если буквицу квадрат себе представлять, то там есть такие интересные моменты, когда, к примеру, идет 6, 7, 8, потом 10 сразу. И вот ты предлагаешь между восьмеркой и десяткой, то есть, между иже и ижеи, вставить то, что является девяточкой. И тогда все становится на свое место. А девяточка – это фита. И получается у нас, что, если так переводить, содержание единства равновесия, если мы вставляем фиту, это единство духа природы слияния и заканчивается истиной вселенской. То есть, соединение единства духа природы вселенской истины. Получается вот такая последовательность. И с другими тоже моментами, где, например, там есть покой и рецы, там разрыв у нас есть, да, надо ци туда вставить между ними. И еще там 700 тоже не на месте, на твой взгляд. Тоже надо ставить между херой и от. Вот. И тогда получается все логично и правильно, и мысли формы складываются вот в эти возбучные, прописные истины. Да. Ну, я, в общем-то, сначала так и сделал. Я сначала поставил эти буквы на место, как по числам, да, где они должны стоять. Ну, начал потом проверять, а другие-то буквы тоже, может быть, не на месте. Но ставят раз уже эти. И здесь еще вот что. Все-таки, понимаешь, вот как я понял, в Асгарде преподают, да, в сравнении с кириллицей, как кириллицы написаны. Ну, там некоторые пропущены. И последовательность из-за этого, может быть, вполне такая вещь. Ну, это уже давно так было. И когда все это поменялось, вот, ну, Патердий, Александр сам же говорит, меня так учили. То есть он сам не уникал, не разбирался. Вопросов таких не задавал. А почему? Я когда Андрею задал Ивашку вопрос, а почему? Как-то было на передаче. Почему вот это вот несоответствие? Он говорит, я не знаю, я вижу, что не так, да. А объяснить логически не могу. Почему? Ну, он не смог, я думал, он начнет заниматься. Ну, я начал. То есть ты революционер такой получается, реформатор. А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд тогда, почему такие, ну, на твой взгляд, неточности, насколько я понимаю, или казусы в буквице проявленные, в той, которая привычна для всем сейчас 7 на 7, тот квадрат, где вот приводили примеры, что не по порядку что-то идет? Ой, на основании. Ну, смотри. Начну, давай тогда вот чуть-чуть. С этого же. Не, наша есть, да? И говорят, это как бы не наша. То есть наши стали читать чужим. Когда это стали читать чужим? Неизвестно. Теперь, это же не просто наша есть. Это уже я потом, когда в Упице изучил, что это называется наша есть, да? Не. А еще в 80-е годы, где-то в начале 80-х, ученые какие-то, не помню, то ли американские, ну, проводили эксперименты и установили, что не на подсознание не действует на людей. Когда говоришь не, не воспринимает этот человек. Он воспринимает как есть, даже как усиление. Если говоришь не делай, воспринимается как делай. И, кстати, ну как вот, в этом году и наблюдал магазин, значит, мама и ребенок года 4, так вот, девочка, она ему говорит, не заходи в магазин с собакой. Вот. Он стоит, смотрит, вроде же и не собирался походу. Вот я как смотрел, он не собирался туда заходить. Он делает шаг, она ему говорит, не заходи в магазин с собакой. Ну, как раз повторил, он заходит. Заходит с собакой, там дочка заплакала, вышел, она и улыбается. Она его ругает. Я же тебе говорил, они заходи в магазин с собакой. А он не понимает, он доволен. Он выполнил то, что мама говорила ему. Понимаешь, вот как с ней. Вот. Ну, примерно так же и остальное. А сколько лет это было ребенку? А? А сколько лет ребенка-то было? Ну, около 4 где-то еще. Ну, здесь допускаю я другие моменты непонимания. Все-таки взрослый человек, я тоже провел какие-то эксперименты в свое время. И вот эту американскую теорию я заметил, что она у взрослого человека рушится. У человека, который говорит на славянских языках, вот на русском в частности. Тот, который по-русски мыслит. Там не, она играет совершенно другую роль, нежели чем в англоязычных сказаниях. Нет, проверяли русский язык. Русский язык проверяли они. Нет, изначально, изначально это американская теория, а там дальше можно было потянуть кому угодно. Просто практика показывает, что для осмысления человеку, который говорит на русском языке, не он воспринимает. Просто многие говорят, не употребляй отрицательную форму. Тоже такая есть психология течения, когда говорят, не употребляй отрицательную форму, применяй правильную форму. То есть, если хочешь запрет, то ставь запрет. Вот не заходи. Запрещено заходить. Но с другой стороны, если ребенку, маленькому, четырехлетнему сказать, запрещено заходить с собакой, он, скорее всего, заходить, слово воспринято, запрещено, он, может быть, не поймет. Так что здесь это не показатель. Надо смотреть на взрослых людей. Ну ладно, хорошо, это мы с тобой в сторону уходим. Итак, почему же, на твой взгляд, произошла вот такая ситуация с буквицей-то? Давай поясним. Нет, смотри, сейчас дополню. Отрицание «ни» есть. Вот «ни» и «ни». Я проверял тоже на детях, на внуках проверял вот уже. И на ребенке, мне воссток дочек родилась, да? Проверял. Говоришь «ни» и понимает отлично все. Говоришь «ни» и не понимает. Воспринимает по-другому. «ни» и отрицание есть. И в русском языке современном же «ни» как отрицание используется до сих пор. Как бы два осталось. А почему? Ну, допустим, давайте слово «стать» разберем немножко по буквам, да? Давай. Ну, сначала слова «встать», «встать». Есть такие хорошие слова? Ну, смотря кому. Ну, смотря на чему. Это как это, про Россию. У ней особенная «стать», в России можно только верить, да? Или «встать», или «восстать». Так я и говорю, это в зависимости о каком качестве применяется и когда применяется. Я вообще не считаю, что какое-то слово или вещество могут быть плохими или хорошими. Нет, нет. А ты применяешь для чего? Смысл «стать», «стать», да? Слово «берем стать». Что это такое? А теперь говорят «тать» это как бы разгонник какой-то это самое, да? Ну, что-то. Кто-то отнимающий, как «тать». Да, да, да. Отнимающий чего-то там. А теперь по буквам. Ей. Изначально сотворено богами, утверждено, да? То есть утверждение, сотворенное богами. А теперь изначальное утверждение. Сразу же, да? А теперь украинский язык, «тату». Вот как Андрей говорит, «тат», да? Как бы там закрыто. А «тату» – «отец». То есть когда-то изменили. А еще это самое, поговорка-то есть, «как тать подкрался незаметно». То есть тать – это тот, кто владеет изначальными знаниями. На самом деле. И как извратили, и когда, и кто, и почему. Как слово «урод». У – знак принадлежности в русском языке. Известно всем. Но почему его сделали наоборот? Вместо ирода стали говорить «урод», да вместо юрода. Вот. Кому это надо было? Кто? Ну, естественно, кто. Христианство, еду христианин сделали. Зачем? Естественно, зачем? Ну, мы же знаем, чтобы завоевать. То есть измени язык. Зачем Петр Первый обрезал язык, буквы? Чтобы меньше знали. Концепция общественной безопасности. Что сказано? Толпа – элитарная модель, да? Управление. То есть, чем меньше знает народ, тем легче манипулировать им. А я, кстати, вот есть в интернете, Грек говорил. Грек, страшно будет, мне страшно это самое. Если все будут все знать и будут напрямую информацией владеть, они препарированы специально обычными людьми преподавать, преподносить эту информацию. Зачем? Затем, чтобы запутать людей и обмануть. Ну да, как же мы ими будем управлять тогда, если они будут все сами? Как манипулировать? Они, кстати, вот слово-то управлять одно, а вот они манипулируют нами. Ну, что Буквицов учит, вот и логику применяет, да? Даже вот в любом варианте Буквицов изучать, мышление начинает меняться, то есть, образное получать. У меня, кстати, пример. Я в шахматы стал лучше играть, на порядок буквально, когда Буквицов начал изучать. То есть, видеть доску стало лучше. Поэтому Буквицов надо изучать даже такое, как сейчас есть. Ну и думать. Она думать заставляет, учит. Не заставляет ли? Как шахматы сами я люблю, потому что логика есть там, мышление. Учиться логическому мышлению. Буквицов еще больше, плюс образа добавляет к этому. Ну хорошо, вот к логике возвращаемся, хотя логика не совсем наше все-таки слово. Не, возвращаемся. Рассказывай про логику. Вот этот самый, как он, с Горовым, Советский Союз, как же его фамилию-то забыл. Рыжок, Рыжок, по-моему, да, Баляра. В лекции он говорит, там один, что такое лога-то-яма. Вопрос задали логике, а он говорит, лог-то-яма. Вот. И тогда никакой логики нет, типа, вот. Но, так он ответил, давай посмотрим, лог-то, не совсем яма, так? Это углубление между холмами, между горами, типа, как русло реки, но поросшее лесом, да? Вот. И стоит еще лог, а потом ги стоит. Ги глаголи, как путь, да? Ги как пути. Га путь, нога. Ги как пути. То есть, это еще и пути выхода из этой ямы. Вот. Логика. Все слова русские, и логика, кстати, вот объясняется. Вот когда говорят, что нерусские какие-то слова есть, да? То есть, они применяются, значение исказимое, а все слова на русском языке объясняются, все иностранные, в общем-то, почти. Вот. Как у Платона, кстати, еще вот вспомнил. Платон Лукашевич, пример чарамутия, да? А, чарамутия языка на примере слова муч, да? И вот он там расписывает. Сейчас через уг пишут, вот, и уже при Лукашевиче через уг писали. А он через другие, через слова в других языках, и как раньше было. И в некоторых муж это маг, то есть, и он пишет через Оть букву. Вот. Ну, Юс называет ее, да? Ну, по-нашему же Оть. Оть это знание жить, да? То есть, знание, передаваемое по наследству. И получается, если муж через Оть, а звучит так же может звучать. Потому что она там О, У, вот эти буквы немножко звучание похожее. И получается, муж через Оть написано, это маг. то есть, тот, кто силу имеет знание и силу. А подменили на У, и теперь стало, что мыслящий У, Муж. Так ведь? А это по сознанию. Почему у многих людей вот это вот, так вот, ну, как У. А я почему, вот вопрос, почему я букву застал. Я как-то услышал и говорю всегда, если не я, то кто? Но если Андрей не стал, никто не хочет этим заниматься, ну, я идею подал, мне, значит, реализовывать. Сам предложил, сам давай теперь вперед. Ну, так это что же, вот так, критикуешь, как это, критикуешь, предлагай, 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 сделай. в принципе, так и жить. Ну, в общем-то, и жизненная позиция у меня такая. А ты и рад тому, чтобы развиваться тебе самому, да? Не жди, другого повесить, а сам еще. Хорошо. Ну, и, в общем-то, вопрос это правильный, как вот это. Кто я на самом деле, да, зачем родился, зачем живу, зачем умру? Вот вопрос. Зачем родился, учиться. Зачем живу, учиться. Зачем умру, когда окончу одно, перейду к другому, в другой класс, так сказать. А кто... опять учиться, да? Да. Дальше учиться. А кто я на самом деле, до сих пор вопрос открытый для меня лично, потому что вот вчера, по-моему, было, да, вот про питание. Вот я там писал, ну, эзотерику изучал, вот я по пучко работал, да, и сейчас вот работает. Чуть-чуть уже по-своему, но основа от нее была. Бактерии имеют коллективный разум. То есть, чьи мысли? А еще книжку прочитал, есть такая, раб не видишь и свободу, и потом вторая у парня, технологии, связанные со сверхпособностями, с подсознанием, что-то такое. Вот он тоже говорит, а кто? Вот. Я взятие потом говорю, кто пиво-то хочет? Товарищи, пиво попьем. Я говорю, кто хочет пиво-то? Ты или какая-то сущность, которая сидит, с тебя доставляет? И вот вчера в передаче, вот, в общем-то, такое, и еда, и мясо, и все. И иногда я теперь не знаю, кто, когда я, а когда какая-то сущность. Понимаешь? Поэтому вопрос, это чье открытие. Мне часто жена раньше спрашивала, и сейчас еще, кто ты на самом деле? Не знаю. Так, давай перерыв, сделаем. Ну что ж, давай сделаем перерыв. У нас, поскольку продолжаются Купальские недели, и завтраке объявил праздник Бог Купалы, то продолжаем служить музыку, которая так или иначе связана с Купальскими днями. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 июля 2016 года четверг, по одному из старинных шестой день месяца получения дорог по природу 7500 до 4 лета осемится. Сегодня последний Дней Русалии, завтра уже начинается День Бога Купала, кто-то уже празднует День Ивана Купала, Иванов день. В общем, со всем этим я вас поздравляю, желаю добра и счастья в личной жизни. И мы говорим в нашем эфире про жизненную позицию, часть 2, главный автор-соведущий Виктор Леонидович. И ты попросил музыкальную паузу перед какой-то важной мыслью. Вот давай теперь эту мысль развивай. Ну вот, я же написал в анонсе, что во взаимосвязи все рассматривать будем. Потому что разделять не получается. Без логики никак, без буквицы буквицы никак. Вот. Если говорить, допустим, вот смотри, сколько раз звучало переиграть их на их поле. Ну, у людей вот где-то там суды обращаться эрэховские, там еще вот что. Если логически поразмыслив, поле это чье? Земля-то наша, значит поле тоже наше. Они просто захватили на нашем поле. И правила должны быть наши, значит. То есть логика мышления, да, поставить вопрос правильно. Чье поле? С другой стороны еще нелогичность. и вот подтверди, да, говорит, оккупанты мне не мешают, типа нету их, да, ничем кто не мешает, но его же в суды вызывают. Чтобы церковь построить, да, ему пришлось обращаться к иудохристианам. На суде, там, в результате судов, там, что-то сердце у него заболело, да, а почему? А потому что он относится к ним не как, ну, как к нормальным людям. И он говорит, он же там документы приносит, правильно все говорит, да, правда на его стороне, а его извращают все, ну, как, как часто и везде, как вот, я уже к этому привык, вот в интернете пишу, да, а мне в ответе как будто я другое написал, то есть другие слова, другая мысль. Это тоже вот людей приучили, нас всех приучили со школы, когда заложили отсутствие логического мышления сразу же, логику почему еще перестали это преподавать, чтобы у людей не было этого логического мышления, чтобы не могли сопоставить правильно, соотнести. Вот как привожу пример, правило сложения, да, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну попробуйте вы 10 камней положить, а сверху 10 из посчитать, да, а потом наоборот, сначала яйца положить, а потом камни сверху, что получится. Или в шахматах от перестановки ходов результат меняется, то есть от перемены мест слагаемых сумма может не меняться, если одинаковое складываю, а может меняться, если разные предметы складываю. Или тот же, как вот чемодан упаковывал, я командировка, в общем, 20 лет в армии служил, лет 10 точно по командировкам был, чемодан упаковывать, и жене говорю, сложи вещи, да, она не вмещается, он сказал, что надо там, не получается, не закрывается чемодан, местами переставил эти вещи, уложил как надо, чемодан закрылся, еще место осталось, то есть, а в школе преподают, а переменами слагаемых сумма не меняется, обманывают, то есть, может меняться, не договаривают скорее, не то, что обманывают, иногда не меняется, иногда действительно остается сумма, можно поменять, там, если цифра чисто, или числа, или цифры складывать, там, то ничего не меняет, а если предметы предметно рассказывать, то очень много вот таких вот нюансов, много, вот рыбников правильно говорит, наука и образование система зомбирования землян, почему я говорю, что надо начинать, чтобы понимать все, вот русский язык, и логика, а вот что буквицы, вот как заложена матрица, ее можно менять, а Света вопрос прочитал, не, давай вопросы, мы дойдем до вопросов потом, ты сейчас свою тему раскрывай, потом вопросы будем озвучивать, да, ну, кто мы, вообще-то, мы потомки богов, да, значит, внуки, правнуки, то есть, у нас потенциал богов, ну, как говорят, на 3% использовал, то есть, мы можем очень много, если думать правильно, праведно думать, но, я потом от богов, да, бог, думаю так, а второй, тоже потом от богов, думает по-другому, как его обманули, заставили думать, идёт противоречие, получается, или то, или кто переборет, или вообще-то как, как большинство, вот от силы зависит, ну, пример, вот, я могу делать, как, вот, когда дождь, ливень, да, ну, не дождь, я могу сделать купол над собой, мысленно, да, но меня дождь не будет, сестра, кстати, тоже на утиван эзотерик, много чего, не научился, а, делаешь купол над собой, вокруг дождь идёт, да, а у тебя на меня дождь не льёт, вот, и идём там, в шахматы ходил играть в купол, товарищи, жена его, говорит, зонтик, что-то без зонтика, я говорю, да зачем он нужен, в принципе, не промокнут, а так вот, она говорит, не получится у тебя купол сделать, и я даже спорить не стал, я говорю, раз сказала богиня, в общем-то, то действительно не получится, вот, правда, через метров сто прошли, и дождь перестал, вот, так что, ну, спорить нельзя, поэтому есть такая, поговорка, вот, говорит, скажи богам, да, вообще-то, говорить слух, если что-то задумал, опасно, почему, потому что, кто услышит, если у него мысль будет против, то может и не получится действительно, поэтому не всегда надо говорить, что хочешь сделать, вот, чтобы получилось, то есть, говорить самому себе, написать, произносить слух, это вот, практики есть, много, в общем, таких, а, в эзотерике, вот, говорят про не, опять, вернемся чуть-чуть, говорят, не используйте фразы, где есть не, меняйте их, то есть, там, не говорите, что вы не хотите, говорите, что вы хотите, везде, вот, почему, по этой же причине, вот, я вибрационные ряды составляю, делаю, создаю, вот, по пучку, да, к влиянию, вот, это вопрос, кстати, к влиянию того, что символы управляют миром, да, чтобы исцелиться, болезни брак, можно делать это, вот, по пучку, рядами, вибрационные ряды называют, даже каждая точка излучает, и вот, с помощью подсознания и маятника составляешь этот ряд, там, могут быть символы какие-то, ряд символов, которые подсознание выдает, написать, и действительно уходит причина болезни, тогда болезнь уходит, у меня, допустим, у сестры, практика, она этим вот, как раз занимается, она ВИЧ и Рак лечила, то есть, то, что считается неизлечимым, ну, тут у людей, тут, когда у одного, когда ВИЧ закончился, он как запил на радости, и другую болезнь себе получил, это, как говорится, свинья везде грязь найдет, да, да, ну, то есть, вот символы управляют, и вот, как эти символы написаны, а управляем мы, белые люди управляют, больше всего, у нас силы больше всего, чем у остальных, у остальных, может быть, тоже есть, скорее всего, есть, но вот мы им силу свою отдаем, в общем-то, очень сильно, как силы сильно отдаем, тоже в целом, ну, много силы отдаем, то есть, внимание перенаправляем, куда не надо, вот я согласен с тем, что лучше говорить позитивное что-либо, нежели чем что-то негативное, например, кто-то говорит, я не болею, или там, я не хочу болеть, да, а кто-то говорит, я здоровый, я хочу быть здоровым, да, или я не устал, а кто-то говорит, я отдохнувший, вот разницу просто почувствуйте, если вы начинаете чаще говорить с точки зрения позитива и утверждения, то, в общем-то, и за вами следуют многие исполняющие энергетические сущности, которые вашу жизнь изменяют, то есть, вы, в принципе, ее настраиваете, а им ничего не остается, как следовать вашим установкам. Ну, кстати, практик этих много описанных, везде, и как Алексей Васильевич Срехлевов говорит, любая практика действует, любое учение берешь, и она будет работать. В общем, у меня вот как-то, ну, может, характер такой, не знаю, очень глубоко ничего не изучил, но много всего и суть. Вот я беру учение, суть понял, перехожу к следующему, потому что, ну, просто времени, даже чтобы одно полностью углубиться в одно, это надо, ну, летая, 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 да, так, узконаправленный специалист. Я везде понемногу умею, уже умею даже. Научился чему-то, но как ходить подождем, я понял, что это было свое, ни к чему. Ну, иногда надо, иногда нет. И знаю, что у меня не было, иногда получается, иногда не получается. То есть, если мне надо, получается. Или как остановить время? Не остановить, а, в общем, работа со временем. Я там писал, вот я когда Козлева читал, работы, начал сразу экспериментировать, мысленно. Пошла такая чехарда, что я перепугался и бросил, и даже книгу не дочитал. Ну, это мне что-то или не дали, или не туда полез, в общем-то. Поэтому, говорю, аккуратнее надо совсем. С экспериментами, с зеркалами Козлева, аккуратнее надо. Сначала надо понять, что это такое. Ну, в общем-то, могу, вот смотри, пример. 5 минут до электрички. Идти 15 минут. Ну, если там бежать, 10 минут, да? Я выхожу из дома, даю установку, надо идти быстро. Ну, не успею, значит, не успею. Я прихожу 5 минут до электрички. Я из дома вышел 5 минут до электрички. Прихожу туда 5 минут до электрички. Понимаешь? А иногда наоборот. Выхожу 20 минут до электрички, прихожу и опаздываю. Потому что мне не надо было ехать. Здесь, как бы, доверие подсознания, умение работать с этим. Ну, у меня сестра сколько примеров давала, там, на поезд опаздывали, или на самолет, на машине. По Калининграду 40 минут ехать, они за 15 минут доезжали. Еще оставалось время. Можно работать, все это есть, все действует. Но с умом. Надо вот изучать, как это. сначала изучи, потом оцени обстановку, надо ли это тебе. И только потом принимай какие-нибудь действия. Вот за буквицу говорю, вот мне что, у меня начал книгу писать, и застопорилось. Не хватает знаний, не хватает критики, так сказать. я много сомневаюсь, потому что, а правильно ли я там написал. Мне бы вот нужны помощники, кто будет заниматься с этим, там, вопросы задавать, и говорить, что не так, где. Я почему вот захотел обратиться. То есть тебе редактор, что ли, нужен? Не редактор, а критик. Ах, критик тебе нужен. Так, критики, поднимайте головы, отрывайтесь, пожалуйста, от своих мыслей, и все накидывайтесь на Виктора Леонидовича. Это когда не то, что я матрицу составил, да? Кстати, эта матрица как программа на будущее. Я вот составил матрицу и задал мысль, что вот так было. Ну, в общем-то, она верная матрица. Ну, с одной стороны. Или как, вообще все это как работает. Вот когда-то, несколько лет назад, я говорил, что надо писать, шрифт надо сделать муклицы, да? И сам пытался. Кстати, вроде бы, ну, программа есть там для шрифтов. В общем-то, простенькая программа, ну, у меня почему-то не получилось. Не получилось, как сохранять. Ну, немножко и нудная программа там, все-таки, пока перенесешь в эту, ну, такая работа, которая не по мне, не люблю я такую. не получилось, но все-таки в результате это муклицы сделали. И сейчас ВКонтакте уже это самое пишут, ну, дореволюционные написаны. То есть, создал намерение, и оно осуществилось, да? Ну, наверное, не я один. Иногда что-то хочу, ну, надо сделать, ну, не для себя, а вот жизни, да? А потом смотрю, в интернете другой человек говорит то, что я хотел сказать сам. То есть, опережает. И это хорошо. Тут вот ты только сказал про критиков, сразу так, Елена, 777, ну, что ж, выкладывай, покритикуем. А я выложил это самое, соцсети есть на моих страницах, ну, еще потом, там же специальную рубрику как бы сделал. Ну, а кто знает о твоей соцсети, о твоей персональной странице, как-то это надо озвучить, народ надо предупредить, куда заходить. Здесь соцсеть славянского радио. А, ну, она сейчас немножко подломана, насколько я понимаю, поэтому я понял тебя. Ладно, хорошо, понятно, давай дальше будем. А до этого в Facebook там есть группы изучения русского языка, вопрос мне задают часто, говорит, как вот долго буквицы, буковки эти ищите, подбираете? Время не жалко? Такой ответ у меня. Я же изучаю древнерусский, да? Когда я пишу на древнерусском, медленнее писать и раскладку приходится менять, потому что букву Я, современную, тоже иногда надо писать, так как буквица только часть всесветной грамоты. Иногда мысль не хватает этих 49 букв. Я одновременно, когда пишу, я изучаю русский язык и у меня получается экономия времени. Я учусь писать на древнерусском, я учусь мыслить на нем и уже начал на нем, в общем-то, мыслить. Вот слово делать. Я сейчас, когда говорю это слово, я представляю, что там буква Я написана. Знаю. Вот. Ну, делать, да? А дети добро соединяют, утвержденное соединяет добро. Дед. Добро соединяет с добром. Через ять если. Если де, девальвация, деградация, деление, через есть написано. А есть смысл. и смысл идет, мы пишем же в интернете где угодно. И космос, боги-то читают наши мысли на древнерусском языке. Вот. Если написать через ять, боги дают соединение. А если через есть написать, они, боги читают как написано, а не то, что мы думаем, что там написано. Вот еще мысль какая у меня есть. В общем-то, ну это из практики. Я говорю, эзотерикой занимаюсь давно, начал раньше, гораздо чем узнал о славян, о мире, о богах наших, о предках. Вот. Одна история. То есть, эзотерикой я с какого, где-то, как бабушка меня научила одна, зубную боль убирать. Это было в 91-м, в 92-м году где-то. С тех пор я увлекся, начал изучать книги, читать все это самое. А про веда узнал в 2011-м, по-моему, только. И то, и получалось так, я в 10-м узнал, вернее, что есть, и целый год не мог в интернете найти уроков Азгарского училища. Вот. Не давали мне. Видать, не готов был. Видать, пока не дорос. Ну, хорошо, понятно. Давай дальше будем разбирать, чтобы время-то не уходило. Еще вопрос у нас есть. А, ну, теперь, значит, что там было по ириспруденции. Что это такое, вообще-то? Да, опять же, не наше слово, как мы будем по буквице его разбирать, или с точки зрения, как оно, что означает? С точки зрения, для чего она придумана. И кто ее придумал, да? Да. Ну, решили, вот, как бы, араб немножко, ну, холопов, да, завести, невольников, да? Чтобы их удержать в повиновении, придумали вот эту вот ириспруденцию, чтобы людям голову заговорить. то есть сильный обосновывает свою кривду, то есть неправильные действия с помощью ириспруденции. Но это же опять инструмент, ее можно и в обратную сторону повернуть. Как вот вопрос у меня сегодня тоже был, я говорю, СССР, это инструмент. юриспруденция это инструмент. Интернационализм это инструмент. Национализм это инструмент. Это все инструменты. Если понимаешь, как они работают, ты знаешь, в этом, кстати, поп помогло, вот, изучение системы управления, то можно применять, как тебе нужно, как нам нужно, а не так, как они манипулируют только тогда и могут манипулировать, если мы не знаем, если мы не можем задавать правильные вопросы. Нам аналогичность впихивают и мы как бы принимаем ее, пока не знаем. Я уже понимаю все это. Кстати, вот телевизор, я сейчас чувствую, что там внушать хотят примерно, да, то есть я его не смотрю, уже знаю, что на меня сильно-то не влияет оно все, могу смотреть, но все равно выбросил телевизор и не включаю, только в интернете. И в интернете, кстати, тоже был к сайте «Я в шахматы играю», заметил, что не могу уйти с этого сайта шахматного, играю и играю. Когда я его заблокировал, этот сайт убрал, то есть там тоже влияет, использует это все по полной программе, все методы. То есть втягивает тебя, засосает. Вот эта интернет-зависимость, это тоже не просто так. Как прям в песенке, затянулась буратино и гладь старинного пруда. То же самое и тебя, втягивает, и ты прям силовым методом так закрыл этот сайт, запретил всех уровней. Внимание уволит, жизнь уходит. Жизнь куда-то пошла мимо. И что мне там делать? Ну, шахмат это святое же для тебя. Видишь, ты говоришь, что я в шестом. Я другой сайт нашел, где такого нет. А, понятно. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Они программу зомбирующих поставили, чтобы именно на этом сайте люди сидели и играли. В общем, нашел сайт, где нет зомбирующей программы. Ладно, хорошо. Ну, давай, про эриспруденцию. Итак, придумали ее для того, чтобы управлять несчастными рабами, там, втягивать куда-то и так далее. Ну, да. И вот, в принципе, ее изучить, основа-то, основа-юриспруденция-логика. Если знаешь логику, то тогда начинаешь понимать. Вот, кстати, сразу же к практике переходим. 1991 год. Состоялся референдум о сохранении СССР. Решение референдума надо выполнять. Логически надо. И, если я знаю логику, его просто не укрыли, нарушили. Нарушили закон. Те, кто нарушил закон, как называются, преступники. Нарушители. Те, кто преступники, это преступившие законы, нарушающие, это нарушители. Ну, они приступили, там, и нарушили, и приступили. Они попрали просто закон. Так вот. Попрали волю народу. Ну, кто должен осуществлять-то ее? Кто голосовал за СССР, тот и должен выполнять это, да? То есть, ты проголосовал, значит, ты и делай. Ну, у меня еще, я же присягу-то СССР принимал, а написано-то, речь со слова твердо. Так ведь? Это же тоже азбучная истина. Если мое слово твердо, я сказал, и я сделал, да? Вот, я поступаю так, как я говорю. Тогда у меня только тогда получается все. Если я что-нибудь пообещал и не выполнил, тогда ну, кто же мне поверит, боги-то верить перестанут просто-напросто. Это славян, славяне не ведают воровство и обмана. Вот начали ведать. Я славянин, но вот сейчас начал ведать, что это такое. Вот и республикация, как СССР, как инструмент, да? Вот говорят там, экстремизм, там 282 статья сажают там. А ведь просто взять инструмент СССР, как я сделал, не только я, многие там делают, роликов полно. Обоснованно, грамотно, написать. Референдум был, так? Потом. Российская Федерация, что такое? Ельцин, будучи президентом РСФСР, подписал указ о переименовании РСФСР в РФ. во-первых, подписал, что он не президент РСФСР, а сразу же президент РФ, сам себе присвоил. Во-вторых, он написал, что принято Верховным Советом, а постановления Верховного Совета нет, обман простой. То есть, не наличный Ельцин, как не знаю, то есть, он даже, что он президент РСФСР не подписал. Вот. Мы не знаем. Теперь первая как бы нестыковка, да, обман первый. Вот, проверяю. Потом говорят всенародный, вселенародное голосование по Конституции, да, нам объясняют. Читаем результаты. Принимало участие 54%, но 54%, если ты логику знаешь, это не всенародное, чуть больше половина народа голосовало. Во-первых, не всенародное получилось, всенародного голосования не получилось. Во-вторых, это голосование было за проект Конституции, а написали, что принята Конституция. Это как вот поголосовали за проект дома и сказали, о, дом уже построен, будем жить. То же самое примерно. Логически. То есть, за Конституцию РФ тоже не принимали. И вот на этом основании, ну, это, кстати, вот в РФ есть вот эти все бумаги, документы, да, подобраны. Приемная президента СССР есть сайт временно исполняющей обязанности. Там документы подобраны. Есть, организовали группу военных. Вот. Там тоже документы эти подобраны тоже за СССР за восстановление. Ну, как вот, советую все-таки зайти и прочитать, изучить. И что у меня-то получилось. я написал это все. В общем, там стопка получилась за листов около 80. Собрал. И, кстати, от нот. Федоров выступал же здесь, да? Сказал, страна оккупирована. Привел доказательства того, что страна оккупирована. Вот. Я взял тогда заявление Федорова листовки СССР. Вот собрался там указы и свое заявление, что я отказываюсь дань платить оккупантам. Еще там и отправил по почке. Принес сначала фиклисты, у меня отказались принимать. Оставили акт, там люди были, что они первую страницу у меня приняли только одну. Но потом я отправил по почке. Результат. За ЖКХ я не плачу уже много лет. Состоялся суд. РФовский по Водоканал. Без приглашения ответчиков, то есть дочерей не пригласили, ни меня, ничего. Пришло, значит, с дочки, она не живет. Зарегистрирована в квартире, да? Но не живет. Живет отдельно, снимает квартиру, там платит за все. С нее зарплату у нее полностью там 10 тысяч, все высчитали. Шла разбираться. Вторую дочку предупредили. не работало, нечего высчитывать. А меня, то есть не трогают. Никакого предупреждения, ничего. Потому что я, ну, еще я пришел приставом и сказал, говорю, вы знаете, что в 45-м году состоялся мирюнгерский процесс. За нем судили исполнителей преступных законов. Я говорю, немцы же выполняли законы своей стороны преступные законы. И поэтому за это их судили. я говорю, так же, когда мы победим и вас судить будут за исполнение преступных законов. Ну, спокойно сказал, ну, плюс отправил документы. из практики я знаю, что кто по СССР вот эти документы прекращают платить и пока от Таргунакова психушку, правда, забрали, но он там женщина, что-то, немножко настаивала, ругался. Ну, все-таки выпустили. Он сейчас продолжает работать. вот юриспруденция, то есть это наука. Наука о правильном составлении документации и обоснования своих действий. Любых действий. Они обосновывают свои действия по запасу территорий других. Он даже когда в 41-м Гитлер-то сначала провокацию сделал с Польшей, да, то есть они виноваты. Поэтому те же американцы говорят, в Ираке ядерное оружие они там собрались применять, потом оказалось, что никакого не было. То есть агрессор даже имея силу ищет обоснования своей агрессии. Вот это юриспруденция, то есть найти обоснования своих действий. И я же используя юриспруденцию нашел обоснования своих действий по восстановлению СССР. Теперь еще кстати вопрос сразу же. Говорят СССР это там жидовское в 17-м году сделали, это не наше, да. Я же говорю это инструмент. И давайте проверим. Вот СССР. Кто не работает тот не ест. Так? От каждого по способностям каждому по потребностям. У нас у славян жить своим трудом. В принципе то же самое написано. Если брать самоучение и сами законы, то никаких противоречий нет. Есть противоречия только тогда, когда они просто не исполнялись. Действительно жиды захватили власть, они не работали. Ну, партийная верхушка, да? Они же не работали. Но ели. И ели побольше. А сказали, что это типа законы такие. Нет, они нарушали законы, а мы не не зная, будучи в обмане введены, не требовали выполнения закон. Как сейчас говорят, дайте Путину власть. А я говорю, а где гарантия, что он во благо воспользуется? Власть вообще-то не дают, власть берут. У нас есть копное право создавать общины и потребовать от Путина того же, чтобы он выполнил решение референдума или даже национализировал Центробанк. Не дать ему власть, а приказать ему. Вот мнение такое, позиция такая. Как я же говорил, надо занимать позицию, оценить ситуацию, положение и занять позицию. Тогда будет получаться. С позиции сковернуть очень трудно. Думаете, не пытаются? Пытаются. Ко мне приходили из ФСБ. Ну как, не домой, человек. И так вежливо говорит, знаешь, у нас ФСБ есть, полиция, тебя же ты самая. Я говорю, там тоже русские люди работают. И ФСБ, и полиция есть, армия вообще вся русская. А и переставы тоже русские люди. Просто надо объяснить, но обманутые. Надо понимать. и даже те евреи тоже разные есть. Он ход и все послушает. Замечательный человек, хороший. Ну и опять же, если знать юриспруденцию, мне говорят антисемит. А я в ответ, давайте научным языком говорить. Что такое семит? Берем, открываем научные журналы, там написано семит, обезьянный вид, то есть семиты обезьяны. И закон написанный против антисемит, антиобезьян. А я против обезьян ничего не имею. И кто их назвал семитами, тот просто евреев оскорбляет и все называя семитами. Они люди. И получается так, что я предъявил обвинение в оскорблении евреев тем, кто меня назвал антисемитами. А они получились антиевреи. Вот когда знаешь юриспруденцию, знаешь логику и умеешь применять. Как говорил, ты хлебов, не к чему подкопаться, если только по беспределу. Но беспредел-то он разный. Видишь, Алексей Васильевич в поле этой эрефии был, а они свои законы тоже не соблюдают. Но они стремятся, что якобы законно все было. Один соблюдает закон, много законов разных, переворачивают. К одному применяют, другому не применяют. Турф 282, они к одному применяют статью, другому не применяют. фашистов. еще опять же вот по свастикам. Говорят, ты применяешь фашистскую свастику, да? Ну, во-первых, я задаю вопрос, кто, когда, на каком основании передал право интеллектуальной собственности на знак свастика кому-либо, в том числе и фашистам или немцам. Покажите документ. Ну, нет такого документа и основания такого быть не может. Не может она называться фашистской. А если обвиняемый признает, что он фашистскую свастику использует, правильно, ему 282. А я если использую, я не фашистскую использую, я нашу свастику использую. Понимаете, когда вот я и в суде разговаривал и так вот иногда, да? Ну, объяснишь, все равно люди, везде люди, еще как настрой. Если я знаю, что он человек, любой судья человек, полицейский человек, обычный человек, такой же как я, да? И именно столько он, я тоже был обманут когда-то, я тоже поступал неправильно. Как я могу его осуждать, когда сам это делал? У меня отношение к нему человеческое и люди чувствуют это. Те же полицейские, тоже судья, чувствуют, как ты относишься. Или со злостью брат Царствие Небесное умер, его 190 тысяч тогда взяли и все. Отношение к людям люди чувствуют, как вот или те же бандиты, да, подошли, я там бизнесом занимался, ты будешь нам платить, мы будем тебя защищать. Я им отвечаю, у меня другое предложение встречное, вы мне будете платить, чтобы я вас не трогал. Ну, и разошлись по-мирному. Просто они знали, чувствовали, что я человек, как у меня знакомый один магазин рядом, наполовину армии, тоже объясняли, ты видишь этот человек, не трогай его. У у меня знакомый теченец есть, ну, чуть постарше меня ему, под 60, да, он меня позвал, говорит, пошли кирка попьем, но давно уже, еще когда торговал я, да, и молодых, он человек уважаемый, просто молодым показал, чтобы ко мне не лезли. Вот это вот, с одной стороны, доброжелательность ко всем, а с другой стороны, уверенность в своих силах и отсутствие страха смерти и вообще чего-либо. Ну, случится и случится. Умрем мы всегда умрем все равно, то есть таких, кто бы жил вечно, нет, да, что рождается, то умирает. Вот. Душа бессмертна, я люблю, да, получится, тело все равно когда-нибудь придет в негодность, хотя можно и тысячи лет жить, там по-разному, да, но кто-то говорит, минимально 400 лет рассчитан на тело, если правильно жить. Если я это знаю, ну, что мне смерти-то бояться? Ну, жить хочется, да, недавно тоже слышал, от судьбы не уйдешь, что должно случиться, то случится, да, значит, случится, то есть, если знаешь, кто внутри, кто ты, то ты не холоп, это человек, я человек, и ко мне относятся, большинство, как к человеку, иногда проверяют, правда, бывает, было как-то, меня тут ограбить хотели, ну, я это понял, сказал, не надо, ребят, там было-то всего двое, ну, поговорил, поговорил с ними, до дома дошел, и говорю, все, до свидания. Ну, здесь и страх, и злость было, у меня их как-то вот, это умение следить за мыслями и чувствами, если я это практикую постоянно, стараюсь практиковать, забываю, конечно, часто забываю, вот, но стараюсь все время следить за мыслями и чувствами. В какой-то книжке прочитал, не помню, говорит, если ты две минуты, ну, если вы две минуты смогли осознавать себя, то, допустим, я, я, Виктор Леонидович Васенко, да, родился тогда-то, 20 октября 60-го года, вот, и две минуты, если я это осознаю, да, то, это сверхчеловек уже, у меня не получается две минуты подряд осознавать это. То есть, вот эти, ну, периодически я включаю все равно, кто я, что я человек, и какие у меня мысли, и мои ли это мысли. И вот, если приходят дубные, ненужные мысли, я их отсекаю, ну, просто мимо, переключаюсь. если этой практикой заниматься надо, советую всем, желательно всем это делать, жизнь меняется. Как ты узнаешь, какие из них дубные, а какие у них? если, как вы знаете, какие другие, если злость, это неправильная мысли, да, если обида, это неправильная мысли, да, если страх, это неправильная мысли, если желание, чтобы кто-то что-то сделал для меня, это тоже неправильная мысль. Ну, не хочет человек, ну, не надо. У него свое, у меня свое. Как говорю, меня не трогайте, я не трону. Ну, вот мысли, за мыслями мысли, ну, следи, ну, ну, явно, если хочешь пива, это не моя мысль, и не твоя тоже. Если хочешь курить, это не моя мысль, я, кстати, курить никак не прошу не могу. Знаешь, что чужая мысль, ну, много недостатков у меня еще. Вот, 24 дня не ел, спокойно, кстати, через 3 дня, вот, кстати, да, 3 дня тебе было тяжело, через 3 дня есть уже не хотелось. И был настрой, я вот написал там, Костя Жарцев мне подсказал, говорит, теорию, Желудочный кисточный тракт, это объемный резонатор. То есть, энергия там вырабатывается, как в объемном резонаторе. Вот. А уже пища, которая попадает, ну, меняет тональность, меняет чистоту энергии, которая поступает, да, и где-то вот было, что ученые, 10% мы получаем от этой пищи, которая физически, а 90% энергии мы получаем во сне. Есть такое. Ну, еще со временем надо дружить, как бы, ну, знаю, если время, когда время придет, я и курить брошу, то есть, когда силы появятся. Опять же, вот как я водку перестал пить, вообще спиртное, она мне перестала быть нужна. просто перестала быть нужна. Потому что я знаю, я могу в состоянии опьянения войти с помощью медитации. Это или настроение себе поднять. Это гораздо безопаснее, никаких последствий потом. И выход нормальный с этого, да? Ну, еще работать, работать и работать. пыхтеть, пыхтеть, пыхтеть. Да. Как медный котелок, понятно. Так, ну что, тебе нужна музыкальная пауза или дальше продолжишь? Давай пауза и вопросы. Потом, в общем, сейчас мысли как-то пропали. Я хотел сказать. Напомню, о чем еще я не говорил. Давай музыкальную паузу я поставлю, а ты там уже соберешься с мыслями и сам вспомнишь. Хорошо, слушаем музыкальную паузу. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 июля 2016 года четверг, по одному из старинных шестой день месяца получения даров природы 7500 24 лета осемится. Сегодня христиане празднуют День Ивана Купалы или Иванов День. Завтра будет праздник по одному из старинных календарей День Бога Купалы. Сегодня последний день Иерусалей, с чем я вас всех и поздравляю. А мы говорим про жизненную позицию. Часть вторая. Главный сведущий Васенко Виктор Леонидович. Ну что, ты еще хочешь дополнить или уже переходим к вопросам? Давай к вопросам. А давай к вопросам на самом деле перейдем. Что там? Так по ходу и дополним что-нибудь. Да. Хорошо. Итак, первый вопрос поступил от Светы. Здравия, Виктор. А что, есть еще другая матрица в соответствии с которой события происходят не на Земле? Если есть, то какая? Благодарю. Точно не знаю. Думаю, что есть. Если кто-то слышал Данилова, да, он говорит, смотрели фильм «Матрица» на Земле примерно так же происходит. В общем-то, из праздники, вот я говорю, буквицу, посмотрел «Матрица» буквицы, что мне написано, что происходит. Как на других Землях. Свои матрицы. И, в общем-то, мы их сами можем создавать. Ну, понятно. Ну, вот я могу добавить, что сколько Вселенных, столько и матриц. Сколько миров, столько и матриц. А Вселенных и миров несчетное множество, значит и матриц тоже несчетное множество. Давай дальше. Я Гриша, вопрос в эфир. Здравия, Виктор. Как поменялся смысл акростиха после переменных цифр в буквице местами? Ну, вот я же говорил, значит, первое. Аз боги, да? Ну, а теперь моей получилось. Аз ведают богов. Боги ведают изначалье. Немножко изменен смысл? Ну, не знаю, можно говорить аз бога ведает глаголит добро, а можно говорить аз ведает богов глаголит добро. Смысл поменялся, ну, как поменялся? Не знаю, не знаю, вот лично я не знаю. Ты нам докажи, что он поменялся. Так вот, я же говорю, аз боги, боги это аз, да? Аз боги ведают что-то. Не, можно сказать, что аз бога ведает или богов ведает. Или начать боги ведают. Или боги ведают боги начало. А здесь начало видения, потом боги, потом изначали аз. То есть аз боги, аз это боги, и все. А здесь боги ведают начало. Аз ведают богов, и поэтому сами боги, живущие на земле. То есть отличаются боги, само понятие его, что такое бог. Оно же тоже нам сказали, как, где-то читал, подожди, у Железного. Он там сделал, значит, эту самую машину, да, которая может и механическую, которая сама обучается и возможности большие, да, и спрашивает у него, это призрак, он ее назвал, говорит, спрашивает, папа, я вот могу убивать, а значит, я бог, знаешь, вот и взять тоже Библию, он может наслать болезни, он может убить и покарать, и поэтому он говорит, что он бог. А на самом деле, боги, это те, кто созидать могут, вот, а кто может убивать, это и демоны могут. Ну да, в отличие от демонов, бог он может и убивать, и создавать, и творить, а демоны, как правило, это разрушители и уничтожающие. Ну что ж, понятно. И, значит, поменялся смысл, да? Ну смысл, то есть, видно, что он измененный просто, аз, аз отличается от богов, аз, бог живущий на земле, ведает богов, боги ведают начало, изначали, смысл изменен, теперь бухнутся боги, у нас же троичность, да, три главы, у христиан осталась эта святая троица, вот, а двулики только Янус, ну, насколько я неизвестно, поэтому боги на третьем месте у меня и поэтому по интуиции стало и потом логически, когда размышлял, какое же отличие и почему, тоже так, вот, или вот фито, когда поставил, да? живот сделала земля и же фито, и нити же и гель. А, кстати, и сразу вспомнил, тоже недавно, вот то, что я, допустим, под дождем могу идти, на меня не капает, да? Вльется дождь сухой, или там я могу с закрытыми глазами, то есть, не видя, найти какой-то предмет, который мне нужен, как вот маятник, я впервые нашел у жены в кармане, жена спала, мне нужен был маятник один, у него в халате в кармане, я не знал, где она его оставила, видеть ее не хотел, я тогда сел, успокоился, сосредоточился, начал думать о маятнике, встал, с закрытыми глазами подошел к этому халату, залез рукой в карман, именно там и достал маятник. Знаешь, вот это называется ситха, так ведь? Как от ангус от яблера пришло. Если говорить ха, как положительная энергия, как же правильно написать эту букву? А ведь ситха это то, что проявлено, но непонятно. Прекрасно, да? Прекрасно он буква гель по описанию соответствует. Если написать ситха через букву гель, это будет именно то, что проявляется. Вот как это к тому, как слова пишутся и какую букву, когда я пишу старославянскому, какую букву поставить, поставить, или вместо буквы я, да, произносится. Буква ен, как я, может произноситься, буква я, как я, может произноситься, и буква аль, как я, может звучать. Это для тех, когда пишут, в чате, везде, да, если вот читать, то, как вот слова посовременно вы сейчас знаете, знаете, то, там одна, две буквы по-другому, но они, если вы знаете эти буквы, вот, их название, образы, образ идет этот, а произносится примерно так же, или как язык, буква ен ставится, произносится я, вот сейчас, в данном случае, в современном языке, так сказать. Хорошо, следующий вопрос рассматриваем. Следующий вопрос звучит так, Нарина, просит подсказать книгу по буквице, что ты можешь порекомендовать? А все, что есть. Асгардское училище, есть, ну, в интернете, вот, наберите буквыцу, я несколько книг прочитал, они все, образы букв везде нормально преподают, чуть-чуть изменяются, есть на, ну, вот, у Иваш, когда школа буквы и ЦРУ, там нормально описано все, значение буквы, ну, опять же, думайте, логика, где-нибудь, чуть-чуть, вот, про не, там, про слова, а сами, образы буквы, расписаны хорошо, вот, на, по-моему, есть значение букв, вот, то есть, интернет с помощью, где значение букв, везде оно, в Сангардское училище начинает, в общем-то, все оттуда взяли информацию, потом, порекомендовал бы, Говорова почитать, посмотреть, Владимир Иванович Говоров, он, он всесветную грамоту, он, 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 научный метод для него, геометрию применяет, современную, биологию, вот, он, что он, как они, сгоряем он в месте, да, они взяли молитву, отче наш, написали ее по, правильными буквами, которые, сочетательные грамоты, которые, и у них получился там, через это они взяли, как там, с лазером-то, ну, вот опыты делают, вылетел из головы, ты перенос, ты перенос информацию, имеешь в виду, докуматрица, закладывание, да? Да, они взяли, типа, ну да, лазером сосканировали, а потом это самое, а потом, переносят на звук, и потом слушают, человек, и у него идет восприятие, перестройка организма, да. Изображение получилось фрактала, то есть очень красивое. Нет, потому что, вопрос от дочери поступил, с лазеровку мне сделать не разрешают. Символы управляют, сделаешь лазеровку, и будешь жить у тебя, как в этой лазеровке. Что там написано? Подожди, ты уточни, дочь спрашивает, почему ты запрещаешь сделать ей татуировку? Да. Понятно. Не знаешь точно, я до сих пор тоже не знаю все. символы управляют миром, как управляют, это полностью неизвестно. И делать что-то, в чем не уверен, то, что неизвестно. То есть ты не уверен значением, в котором ты не уверен. Я не уверен, как они на жизнь повлияют, и что будет дальше. Вот, в чем я не уверен. Я не знал, и ты не знал. Хорошо, Виктор, там у вас между собой такой затевается, может, потом после эфира. Я живу. Хорошо, но ты оборачиваешься в сторону от компьютера, тебя хуже слышно. Понял. Отворачиваться, не понял. Понял. Хорошо, понятно. Но надо еще рассмотреть следующее, что все-таки представление об этой жизни меняется у человека, образы как-то чем-то дополняются, мудрость может появляться, может пропадать, это другой же разговор. Кого-то со временем появляется больше ее, у кого-то ее меньше становится, вот, у кого-то она и стороной кого-то обходит по жизни. Ну, дело не в этом. А вот татуировка остается, и когда старческое тело, оно несколько скукоживается, то татуировка принимает несколько такой неприглядный вид. Вот надо ли так над собой такие эксперименты ставить. А то, как тут шутил один человек, у нас скоро появится поколение бабушек, которые не умеют готовить пирожки, но с обвисшими задницами и татуировками на них. Так что вот это надо все учитывать. Татуировка, она надолго, практически навсегда. Ну, давай дальше пойдем рассматривать. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор, известно, что девятью тонкими телами человека управляют совесть и воля. Зависит ли сила, мощь этих двух качеств человеческой сущности от кармы, деяний, родителей, родичей данного конкретного человека? Благодарю. Ну, как думаете, естественно зависит? Все влияет на все. То есть, идет взаимовлияние всегда. Ну, вот тут же вот перед этим был вопрос, как говорили же вот и вчера в передаче, что кто думает так? Некие сущности подселяются и нами управляют. Ну, когда совесть, вот еще такое, что такое совесть? Ну, совместная весть, да? Но все-таки вот слов я, чтобы объяснить, просто вот она есть или ее нет? Или она спит? Вот. Не бывает, что там чуть-чуть совести, много, мало. Она есть? Понятие такое. Она или есть, или нет ее. Вот. Или как бы спит она, не проявляется. Иногда просыпается. Ну, здесь же опять, вот как вот Алексей Васильевич говорит, главное больше всего отношение к тому, что происходит или то, что произошло. Вот я наделал в жизни ошибок, да? Ну, каждый из нас наделал что-то. Вот осознал это, что это была ошибка. И понимаешь, что по-другому надо было по-другому поступить. Иногда и невозможно было поступить по-другому. То есть заставили. Ну, как это вот? Тут отношения без вины. Не надо винить ни себя, ни других. А надо делать выводы. Надо ты получил опыт, я получил опыт. Вот. Исходя из этого, не создавать такую ситуацию. А карма да, есть. Карма, ее приходится отрабатывать. Вот. Я знаю, у меня вот сейчас нога болит, ну, когда быстро хожу. Я не могу убрать это. Кстати, самому себя очень тяжело лечить, труднее, чем других. и поэтому, как говорится, доктор идет к другому доктору, уцелитель идет к другому уцелителю. Чаще. Это будет, это гораздо эффективнее, чем сам себе. Ну, и с другой стороны, я понимаю, что у меня болезнь термическая. То есть мне надо отработать. и если надо, мне, была ситуация, что мне надо было торопиться, ну, надо было бежать, да, и у меня вот нога, мышца деревянная, иногда больно и не слушается. Но мне было надо, и я сказал надо, и боль прошла, и я пошел. Ну, полностью иногда не убираю твою зубную боль, потому что я-то убирался. выпало два зуба. Вместо того, чтобы лечить, я боль снимал просто заговором, а причину не убирал. Они не болели, но выпали. Теперь я получил урок, и иногда у меня оставляю боль, ну, снижаю там ее до приемлемой, но полностью не убираю, пока не найду причину, откуда взялась, вот, что за карму отработать, или что, но, вернее, она всегда кармическая, то есть, кто-то неправильно подумал, особенно сейчас, вот, если больше знаешь, больше по голове будет, так сказать, ответственность наступает сразу. Если я что-то сделаю неправильно, меня сразу же сейчас наказывают. я получаю по полной программе, чем больше знаю, тем больше получаю за неправильные действия или за ошибочные. Это надо учитывать тоже. Да, что, во-первых, себя трудно лечить, потому что подсознание блокирует, оно входит в состояние стопора защиты, ведь ты так или иначе перестраиваешь программу физического тела, а физика, она сопротивляется. Но у нас-то был разговор, что качество совести воли зависит ли от качества человеческой сущности, кармы, деяния родителей, родичей данного конкретного человека. Хотя, мне кажется, это вопрос риторический, здесь надо было бы поставить вопрос, а как с этим быть, что с этим делать, как выходить из-под этого удара. Наверное, вот так было бы более правильно вопрос задавать, потому что понятно, да, это так оно и есть, все взаимосвязано, как ты правильно ответил. Вот как здесь нам всем быть, потому что... Зависит от рождения. Вот смотрите, вот по-моему, я, Алексей Васильевич, ну кто-то говорил из мудрых людей, то евреям тяжело быть праведными. Если евреи праведные, это гораздо... живет честно, да, это гораздо больший плюс, ну, то есть, хорошо, он выполнил настолько, перевыполнил на задачу свою, чем, вот я, допустим, да, жил по строительству. То есть, гораздо меньше я сделал, чем он. Или тот, кто родился в семье, такой, там, делал тратоголики, там, неверный, да, а сам стал жить нормально, праведно для жизни, тот сделал больше, научился больше. Или, где еще читал? Вот, ты родился в хорошей семье, где тебя учили ведом, все, и ты вот пожил жизнь правильно, а теперь попробуй родить. В небыло приятных условиях, и сам сделаешь что-то. То есть, опять же, уроки, уроки для души, для воплощения. Зависит. Ну, как говорится, боги не посылают больше, чем человек может выдержать. Да, вот это правильно утверждение, с этим полностью согласен, и если человек осознает это, то, в общем-то, проще ему жить. Дальше, вопрос эфира цвета. Виктор, есть у меня, если у меня отсутствует логическое мышление, то мне бесполезно буквицу изучать? Благодарю. Почему? Наоборот, надо изучать. Она появится. Это все наработки. Это все практика. Когда учишься, у меня оно тоже не сразу появилось, и не сразу я стал полностью понимать все, да. Я же тоже был точно так же зомбирован школой. Точно так же многие вопросы не знал, как поставить, как правильно задать. Вот, смотрите, вот был эфир, когда про чендарскую плиту я спросил, да. Я спросил, может ли современная цивилизация сделать такую плиту, что вы скажете? А ответ начал, это не карта. То есть, отвечал на другой вопрос человека. Почему? А потому что приучили так. А я такой вопрос давно задал, спорный был тоже. Был спорный, там спорили, начали, ушли. Карта это или не карта, миллион лет ей там, или десять лет. Думал, я тогда вопрос поставил так, а можно ли сейчас сделать, воспроизвести это? То есть, вопрос-то по-другому чуть стоит, да? Вернее, намного по-другому. Может ли современная цивилизация сделать тендарскую плиту? Или такую же? Не может. Вывод. Значит, была какая-то цивилизация другая, или культура, в игре, да? Ну, неважно. Но что-то было другое, которое знания превосходили современную цивилизацию. Когда она была, на этот вопрос тендарская быта может не отвечать, да? Только единственное, что получается, что историю нам точно неправильно преподают. Как сотворение мира, сотворено все по, что вот недавно там было, тоже неправильно преподают. Ну, правильная постановка вопроса. Ну, и вывод тоже правильный надо делать только. А остальное уже предположение. Вот единственный вывод из тендарской биты, что была какая-то другая цивилизация, или другие, кто-то другой жил, кто так сделал. Там уже вопросы, тут руны русские, там, славянские, да, написаны. Они хотели, чинаи ездили, там сказали, что нет, это не иероглифы чинаиские, или нет. Это, скорее всего, русские руны. Теперь, вылетело. Вылетело. Ну, ладно, как вылетело, так и прилетит. Хорошо, хорошо. Так, давай дальше. Будь добр, пишет Олег из Иркутска. Подскажи, пожалуйста, слова родил и породил в русской речи это одно и то же или нет? И что значит в русской обычай не здороваться через порог. Как ты это видишь? Благодарю. Олег из Иркутска. Родил, породил, не разбирал. Надо сидеть, ну, то есть думать над этим. Я иногда, ну, частенько бывает слово, да, или слова. Месяц, два думаю над значениями слова. Я почему говорю, что нужно, и помощь нужна, и правильно ли я. Совместное творчество, оно помогает. Ну, то есть у тебя пока такого четкого ответа нет? Четкого ответа на это нет у меня. Родил, породил. Близко. Хорошо. Ну, ладно. Теперь, там вторая часть была. И что означает русский обычай не здороваться через порог? Через стену здороваться неудобно. Через порог. Порог. Я говорю, через стену здороваться неудобно. Ага. Что такое порог? Это тоже стоит преграда невидимая. Через преграду здороваешься. То есть ты когда руку через порог протягиваешь, да, энергетика отсекается. У нас все, все вообще-то, все излучает и все, как это сказать, везде какие-то структуры есть свои, да, комната, дверь, окно. И есть преграды. Почему и нежелательно почему проходить под этими подстолбами, которые вот так вот стоят, знаешь, это самое электрические под углом. Отсекается аура там идет, обрезание идет. Ну, то есть воздействие. У нас же не только тело, но примерно то же самое через порог. То есть ты протягиваешь руку, допустим, да, остается в основном здесь. как бы закрываешься. Открытости нет. Преграду ставишь не до собой с тем здоровы. Ну, то есть это энергетический такой разрыв и лучше. это с органами так здороваться можно. Или как я видел один кореец, он протягивает руку, а правую здороваться, а левой рукой левую руку кладет на предплечье. оттекает энергетику. Хорошо. Так, Елена 777 вопрос эфир. Как правильно сказать в утробе матери или в лоне матери? Как ты думаешь? Смотря что имеешь в виду вообще-то. Ну, что такое утроба, что такое лона? Елена, что ты имеешь в виду? Напиши. Что такое утроба матери? Что она из себя представляет? Что представляет из себя лона матери? Ну, давай тогда спросим в этом Елену 777 и отцами пойдем к последующему вопросу. Я думаю, она напишет, если этот вопрос чуть ли не актуален. Итак, дальше. Сейчас попробую. А, ты попробуешь расшифровать? Давай. Смотри, утроба это все, что внутри, да? Ну, то есть, ну, в животе, да, можно сказать. В утробе, то есть, внутри тела матери, внутри ее жизненного пространства, да, утроба. А в лоне, в лоне, это там, где зарождается, это в матке, так сказать. Вот, отличие. лона, то есть, лона, это исток, да? Лона. То есть, более, более, как бы, утроба более объемная, а лона более концентрированная. Вот. здесь можно и так, и так говорить, смотря, что имеешь в виду. Оно, если сказать, ребенок, и там, и там. Просто понимать, что такое, изучить, что такое лона, понять, что такое утроба. Можно говорить, в принципе, говорить можно так, и так, но ты будешь говорить о разных вещах. Вот и все. Вот примерно так. Хорошо. Так, давай дальше будем разбирать вопросы, которые поступили к нам в чат. Чат, который находится на сайте slavomir.org. Его найти очень просто. Народное славянское радио набирайте в любом поисковике. Попадаете на наш сайт, ищите слово чат, и дальше пользуетесь им. Вопрос в эфире с чата от Олега из города-героя Иркутска. В современном русском языке есть слово нормальный, и оно довольно неоднозначное, так как нормы бывают разные, и разные люди их устанавливают. Отсюда не является ли, по твоему мнению, слово нравственный таким же обтекаевым и условным, так как нравы у разных людей и народов различны. Благодарю. Давай нормальный сначала. Давай. Я вот ходил, беседовал с психиатром. Ну, он говорит, не нормально, я говорю, да, я отличаюсь от большинства людей. Что такое норма? Это то, что делают или как думают большинство. Это считается нормой. Сейчас. Вот. Если я делаю правильно, но не как все, да, не как большинство, вернее, вот, то я не нормальный, естественный, я с этим согласился. Так ведь? Так, теперь слово и норма, да, действительно, она где-то устанавливается. Вот установили, норма такая. А клонил, значит, ненормально. Теперь нравственность, что такое? Нравы и нравственность. Нравы разные. Нравы. Нет, сейчас тогда даже не скажу, ну уж само слово может быть отличаться, надо разбираться, тут надо сидеть, думать. И не одному, а вот сколько человек и предположение делали, вот тогда до чего мы так, ну, придем к выводу, чтобы логически соответствовало все. Хорошо, ну, нравственность от слова норов идет. Может, это даст тебе какую-то опору для своих размышлений? Нрав от слова норов? Ну, если норов, если от слова норов, то это одно, а если нравится? Ну, нравится, нрав. Ну, ладно, хорошо. Две разные буквы. Сейчас современный язык... Современный язык эти буквы очень искажает, да, но изначально. искажает, и понятие смешалось много понятий. И специально смешивают. Вот сейчас помню в интернете Полемника, я спрашиваю юридически, ну, юридическая служба при Верховном Совете СССР называется, страница. Меня туда пригласили, без меня женили, но я согласился там быть. Я пишу, с точки зрения юриспруденции, с точки зрения юридического права, гражданин СССР имеет право уничтожать оккупантов? А мне вот в ответ, а чем ты будешь уничтожать? То есть другой вопрос совсем. Я говорю, я же не говорю чем, как, кто сильнее. Вопрос ставится так. Имеем мы право уничтожать оккупантов? Как во всем мире, во все времена оккупантов имеют право уничтожать все. То есть граждане Советского Союза, если установили, что Советский Союз оккупировал, имеют право оккупантов уничтожать. Только разобраться надо, кто оккупантов, кто нет. Во Вторую мировую, в Отечественную или Первую, понятно было, там с оружием, форма другая, говорят на другом языке, они оккупанты. Здесь труднее, хотя, допустим, 10 тысяч сотрудников ЦРУ, как Конституции, которые РФ писали, они, по-моему, до сих пор в Москве так и живут. Как и в Киеве 5 тысяч сотрудников ЦРУ. Это явно, что оккупанты. И те же база НАТО в Ульяновске, там тоже оккупанты находятся. Советский Союз их не приглашал. Ну, просто понятия и вопросы. Вот смешали, много понятий смешали. То есть, говорят одно, подразумевая, как бы, вот словари. Во многих же словарях есть слова по-разному трактуют. Значение слова изменяется. Со словаря дали взять. Хотя и словаря дали, там уже христианский был словарь, то есть у христианства он же спрашивал у людей, как значение, что за слово поменяется. А там уже было христианское мировоззрение, значение некоторых слов уже было изменено. Да, кстати, тут я с тобой полностью согласен, потому что очень часто ссылаются люди в своих доводах на словарь дали, но как будто это очень древность, такая большая, из глубины веков идет. На самом деле это не так давно все было записано и записано и записано уже после многих реформ как и русского языка, так и устоя в жизни, потери традиций, нововведений различных, причем иностранных нововведений, которые при Петре очень активно сюда вносились, а до Петра еще и при христианизации очень много сюда вносилось нововведений, слов и так далее. И вот меня иногда поражает, с каким усердием люди, ссылаясь на словарь Дарья, что очень-то хороший словарь, естественно, я нисколько его не берусь отвергать, но надо учитывать, что словарь Дарья написан не так давно и написан он не по тем древним словам, которые были еще в чистоте в своей присутствовали до христианизации, до многих реформ, а уже так, как они были на тот момент. Вот это все надо учитывать. Так, ну ладно, давай дальше пойдем. Сейчас дополню еще. Поэтому слова, значение слов побудутся, есть значение букв, слово состоит из букв, значит совокупное значение этих букв и взаимовлияние, вот и значение слова. Все достаточно просто, поэтому зная буквы, образы букв, можно найти значение всех слов определить. Ну одному человеку физически просто не под силой это сделать, да, вот каждое слово узнать, разобрать и собрать. Ну так вот, давай дальше. Ну хорошо, дальше так дальше. Вопрос в эфир от Владимира Изматища. Твердая жизненная позиция всегда приводит человека в гроб, то есть всегда ли твердая жизненная позиция приводит человека в гроб? В гроб приводит любая позиция, и без позиции. Ты есть позиции, нет позиции с верного гроба, кажется, ну или на костре, да, умрешь, в любом случае. И да, вообще-то твердая жизненная позиция жизнь улучшает, и в общем-то продлевает. Но если есть позиция, ну вот как у меня она появилась когда, не сразу ведь, да, но водку я точно спиртной перестал пить, знаю, что нет. С курением тоже не всегда могу воздержаться часто. Вот если там вот ездил на занятия, там не курили люди. Я не курил тоже. Ждал потом, пока терпел. То есть помогает это все просто. Да, ну я согласен с тобой, что жизнь вообще, что у Капасной от невинок да, умирают. Давай дальше. Ингварь, вопрос эфира. Как быть с тем, что Путин не имеет права делать то, что мы, что ты собрался от него требовать? Ему власть не даете, а требуете не странно ли? Раз уж себе хотите взять власть, так сами от себя и требуйте. Ингварь написал. Правильно он говорит, а я разве сказал, что я требую от Путина что-то? Я сказал, я сказал так, нодорцы, допустим, дайте власть Путину, а я ему говорю, что же вы дать ему власть, вы потребуете от него, если вы ему доверяете. понимаете, здесь как вот, если как вот говорят, он, значит, Федоров как говорит, что Путин это лидер национально-освободительного движения, и он хочет сделать, чтобы страну освободить от оккупантов, чтобы независимость вернуть, чтобы все, самостоятельность была, да? Вот это вот. Если вы ему доверяете, я же то требуете от него, тот, кто считает его легитимным, даже вот они доказать это тоже, это же вот как, но если у людей вот логическое мышление не развито, и не могут сопоставить, но уверены они в том, что Путин легитимный, что его избрали. Дело в том, что выборы-то проводились, проводились, люди голосовали, вроде бы, голосовали, только я знаю, что эти выборы фальтифицированы всегда, что есть программа, я уже писал об этом в прошлый раз в чате, разработчик программы газ-выбора вот этот электронный, да, он написал, что он сделали программу так, что там есть комната, куда заходит грузный человек и вставит в программу результат голосования. И сколько, если там можно поставить программу на выборах участвовало там 70%, 80%, 90% или 40%, то есть какую поставить, так и будет. А все бюллетени уничтожаются сразу почти. И проверить невозможно их, они засекречены. То есть надо решение суда, чтобы проверить. Для решения суда надо причины. И сколько уже было, я знаю, что информация про Ельцина. Больше 13% голосов Ельцину никто никогда не давал. Он никогда не набирал. А все это подтасовывали. Я это знаю. Я понял это, что никаких выборов не проводилось. Я вот эти документы посмотрел, я говорю, нелегитимные. начиная РФ ее в юридическом поле ее не существует. Легитимное поле. Она виртуальная. В паспорте написано не с тобой. Там написано паспорт гражданина СССР. То есть какого-то виртуального гражданина. Теперь выдану Власенко Виктору Леонидовичу. Тогда то, тогда то, тем то, тем то. То, что Власенко Виктор Леонидович гражданин РФ не написано в паспорте. То, что Алексей ты гражданин ни у кого не написано что вы гражданин. Что вы граждане РФ. И в паспорте СССР по-моему тоже этого нет. Поэтому в СССР свидетельством о том, что ты гражданин СССР является свидетельством о рождении. Если ты родился по закону на территории СССР ты гражданин СССР. Если твои родители граждане СССР были, то ты гражданин СССР. То есть мы все Фактически граждане СССР Если взять вот этот закон чистому Ну придерживаться Вот так вот примерно Понятно Понятно Так ладно идем дальше Вопрос эфира от Олега из Иркутска Виктор освети с помощью буквицы слова Мудрость и хитрость В чем существенные различия В значениях этих двух слов Благодарю Олег из Иркутска Мудрость и хитрость Чи Кина, луна Да Хитрость Что такое трость Теперь му Грость Рость Сейчас Алексей Вот у меня предложение было Давай делать программу Где вот эти вот вопросы будем разбирать Вместе То есть будут Вопросы и логические ответы И свои И вот так вот беседовать Это вот Очень много надо разбирать Вот этих слов Которых В общем все И понятие И той же юриспруденции Разбираться И в букву Ну Больше Меня больше конечно Буква интересует Хотя Пришлось изучить Юриспруденцию Самостоятельно Я же Когда первое заявление делал Я же делал Как гражданин РФ Не зная Всего документов Но понимая И на основе Конституции РФ Это сделал Чтобы Перешел на самоуправление А сейчас я сделал Новое заявление Всем гражданам СССР Публиковал В интернете И кстати И приставу Отослал И суд послал Чтобы Против граждан СССР Было применено Психотронное Психотропное оружие Много видов оружия Введены в заблуждение Перестали соображать Адекватно мыслить Не смогли Вот И стали читать себя Гражданами РФ На таком Безознавательном На основе заблуждения Когда я это понял Что я никогда не был Гражданином РФ Я никогда не писал заявление Мне никто не говорил Что То есть Нигде нет ни одного документа Что я гражданин РФ Подтверждающего это Вот у меня знакомый Ну друг уже В Калибраде живет Он У меня запрос сделал Ему ответили Что Заявление О наступлении Граждан РФ Он не писал А выходе Тоже не писал Что А выходе Из граждан СССР Он тоже заявлений Нет никаких То есть И подтвердить Что он граждане РФ Когда-то стал Не смогли То есть Он гражданин СССР Они признали Хотя он Когда-то Тоже И паспорт у него Есть И получал Тоже Но он мне вопрос Задал Там Ну Собрал я все документы А дальше что делать Я говорю Ну давай встретимся Поговорим Что делать В принципе Что делать Каждый решает сам Я вот Я всегда везде говорю Я вот сделал так Но вы делаете Как вам Ну как вы считаете В зависимости От того Насколько вы знаете Какое у вас образование Допустим Если вы умеете Стрелять То не берите оружие В руки То есть С головой Надо дружить И с палкой На танк Не едите Понимаете Или Если у вас нет сил Против медведя Тоже лучше убежать От него Или на дерево Разумно все Надо правильно Оценивать Обстановку Близди Всегда Свои возможности И силы И только тогда Действовать Потому что Ну я смог Так сделать Да Кто-то Я вот соседке Соседка Немного разговаривал Говорит Вот это Опять там ЖКХ подняли Я говорю Ну я-то не почем Он говорит Ну знаю Но он говорит Я заявил Что я гран Говорит А я заявлю Меня с работы уволят Я говорю Вполне возможно Ну а что делать Я говорю Ну хотя бы Можете разговаривать Хотя бы Об этом С теми Ну со своими Знакомыми На работе И думать Что вы можете Сделать Придумать И свое Что-то Считаю Что никого Не надо Тянуть Куда-то Ну каждый Сам должен Принимать Решение Основываясь На своих Знаниях На опыте На умениях Так что Советов Я не могу Давать Я Как вот Когда спрашивают Я говорю Я поступил так Или я поступил Бы так В такой ситуации Если попал Да А что вам делать Это вы решаете Хорошо Ладно Следующий вопрос Следующий вопрос От Владимира Измытищ Виктор А какую часть Доходу Дохода Собственного Можно отдавать Супруге В управление Значит так Сейчас ты Расколешься Там тебе Поговорят Дадут Я тебе рассказывал Да Внучка Говорит Дедушка Ты нигде Не работаешь А у тебя Деньги Всегда есть Знаете Анекдот Где ты деньги Берешь В тумбочке У меня деньги В тумбочке На пенсию Жу Деньги Всегда есть И Она Они Как вот У нас Женой Нет такого Что кто управляет Деньги Вот лежат В тумбочке Кому надо Берет Хочет что-то Купить Жена Достаточно Если денег На покупку Идет Покупает Мне что-то Надо купить Я жене Говорю Что вот Надо Хотел бы Вот это Купить Она Говорит Ну не Это Ну решаем Тогда Вместе Ну если Вот так А допустим Продукты Я иду В магазин Обычно Спрашиваю Что тебе Купить Недавно У нас Сломалась Клитка Звучит Устал Я ее Ремонтировать Контакты Обгорают Одна Танторка Нагрить Надо И тебя Хорошо Пенсию Получил Пошел Купил Заодно Купил Увидел Ну я Маятник С собой Беру То есть Как Интуиция Плюс Вот это Маятником Показывает Я Пришел Маятником Что мне Купить Надо Мне показало Газовую Плиту Купить Мини Газовую Плиту В первую очередь А пришел Я за электрическую Я купил Эту и другую Получил Немножко Одну Стык За то Что купил Ненужную Вещь Вроде бы Сейчас Она Действительно Ненужна Но я Доверяю Когда Маятник Ни разу Не обманул Меня Может быть Ну-ка Она Как Походная Без Баллона Как Я Перед Этим Купил Палатку Спальник Как Потом Поход Ходил Когда После того Как Палатку Купил Меня Там Пригласили На Сбор Там Сходил Пригодилось Ну Так Вот То есть Я не знаю Как Что значит Доверять Жене Управлять Деньгами Ну Вообще Это Женщина Если Нормальная Женщина Да Ну Как У меня Если Богиня Жена Она Вполне Может Управлять Деньгами И Всеми Причем Я Никогда Как Женился Если Деньги Все Дома Вот Они Деньги Мне Надо Они Просто Лежат Ни у Кого Как У Нас Дома Понятно Завидное Такое Сейчас Послушай Тебя Завидное Положение Делал В тумбочке Лежат Деньги В дому Подходишь Берешь Сколько Надо И Идешь То На Палатку То Еще Поправлю Нет Не на что Что именно Надо Мне То есть Не то что я хочу Или кто-то там Какая-нибудь Сущность Хочет А что Именно Жизненно Необходимо Будет То есть Если Нету Вот я Добыл Вот раньше Хочу мясо Пошел В магазин Значит Не хочу Оно Не надо Или Что-нибудь Хотел купить Пришел Нету Товара Значит Не надо Понимаешь Или денег Нет На то Чтобы Купить Вот хочу Купить А нету Денег Значит Не время Вот так Вот Деньги Есть На то Что Необходимо Мне Не То что Я хочу Или Хочу А На то Что Необходимо Я Говорил Чтобы Купить Ноутбук Я Два Четыре Дня Не ел И Где-то Полгода Раз Три Дня Ел То Есть Деньги Ну Мне Дали Деньги И я Чтобы Отдать Деньги Перешел На Трехразовое Питание Я говорю Три раза В неделю По одному Разу Понедельник Среда Пятница Чуть Поел И все Полгода Так Деньги Деньги На то Чтобы Купить Хватило Вот Таким Образом Иногда Но они Всегда На нужные Вещи Ходятся Вот Смысл Какой Ладно Ладно Хорошо Не завидуйте Чужому Счастью Не Завидуйте Так Дальше Дальше Смотрим Следующий Вопрос Который Пришел От Владимира Измытич Виктор А как считаешь Получится ли Путину Утилизировать Предателей Родины Да Это У Путина Спрашиваете Что он Там Хочет Ты Выступаешь Ты Отдуваешься У тебя Я Допустим Вот Я Вам Сейчас Скажу Я Слушал Когда Путин Передавал Они Там Передавали Библиотеку Шнерсона Слышали Такое Нет Там Путин Выступал То Вот При Советской Когда В начале Значит 80% Было Евреев В правительстве Советском Но Преследовали Там И христиан И иудеев Преследовали Да Вот А теперь Мы будем По другому Иудеев Типа Преследовать Не будем Ну Вот так Он сказал Ну И он Сам Мама У него Еврейка А Как я Про это Он сам Говорил Его дед Был поваром У Ленина Сталина Если вы Знаете Тору Библию Хотя бы Ветский Совет И Хотя бы Немного Знакомы У вас Есть друзья Евреи Как они Селя Ведут И Кто У них Повара И Кто У них Врачи То Придете К Такому Желуду Как я Ленин Был Еврей Сталин Был Еврей У них Повара Всегда Были У Евреев Повара Евреи Вот Они Других Не веруют Евреев Библию В общем, ты сейчас навел тень на плетень, многих людей смутили, я так считаю, твои слова, и будет вопрос, а не засланец ли это, который агитирует против Владимира Владимировича? Я не против, а не за. Я говорю, вот у меня такая есть информация. А, то есть просто это дело... Если вы ему доверяете, вот, пожалуйста, доверяйте, это же ваше дело. Я не за и не против. Просто ты озвучил ту информацию, которую откуда ты получил. Но вопрос, а насколько она... Всегда задают вопрос, а насколько она проверена, насколько ей можно доверять? Может быть, это происки наших врагов? Вот я постоянно такие вопросы получаю. Берлазару можно доверять или нет? Это дело уже каждого, ты доверяешь или нет. Самому Путину можно доверять, что он одной крови с Медведевым? Тоже сами говорите. Я говорю, может быть, Путин, или как Стилиц, это самое, может, и будет для нас что-то делать или делать. А вообще отношение другое. Я не к людям. Я не поддерживаю людей. Я поддерживаю то, что они делают. Если Путин сказал, что надо переписать историю, и Кульковская битва, и эта самая... Татаро-Монгольская Ига, это гражданская война. Это же он правильно делал. И сейчас уже этого Ига не учат. Говорят, Ига Орды, ну, то есть по-другому, что это гражданская война. То есть это плюс Путина. Понимаете, вот он хорошее дело сделает. Объективный подход. Я оцениваю, то есть я поддерживаю действия человека, а не самого человека. Если он правильно делает, он правильно делает. Если нет, то нет. У меня немножко другое отношение вообще к этим политикам и ко всему вообще. И к людям. То есть я оцениваю их поступки. Вот хорошо он сделал или нет. Нужно это или не нужно. Или что-то вред принес или не принес вреда. Кстати, слово вред. Ведаю, ревозврат, добра. Как его применяю сейчас? Не надо вредить, да? Добро возвращать не надо. Сотворяемое. Отдайте, пускай будет там. У чужих. А польза, ползайте, ползайте, ребята. Немножко по-другому мыслить. Просто применять логику, да? И проверять. Сама Саича будет проверяться. Но я говорю, я про Путина долго искал разные, проверял источники. У меня такое, у вас же выяснение, впечатление. Я сказал, да? У вас другое. Но я же говорю, опять же, вот Путин хорошее дело сделал, да? Потому что, может быть, Чедор же прав. Может, он действительно будет для нас, когда ему доверят. Просто я не поддерживаю ни политиков, ни кого. А действия. Если он сейчас Алексей делает правильное дело, я его поддерживаю. И это дело я поддерживаю, да? Доверяю. А если перестанет делать правильное, ну... Зачем ты поддерживаешь? Точно так же, как я. Вот я собрал... Мне надо было, когда там... Собрал подписи. Прекратите нацепку пенсионеров. Вот. Отдал их. Потом собрал подписи. Формулировка такой. Я подтверждаю свои полномочия и полномочия Власенко Виктору Леонидовичу, живущего в посольстве, да? То есть, больше двести человек мне, вот, знакомых, подписали это все. У меня есть сейчас полномочия. И я когда говорю, то есть, как бы, представляю этих людей, но... Я ими не командую. Мне дали просто силу... Не физическую, не представительскую, а силу... Ну, как он говорит, вот, если десять человек их брали, да? То представляющая сила вот этих десять человек, сила мыслей этих людей, она мне действительно помогает. Я чувствую это. Поддержку этих людей. И некоторые говорят, я сказал, что не буду говорить их фамилии, никому нигде. Есть. У меня это поддержка. Потому что они не боятся. Говорят, мы боимся. Ну, я говорю, правильно, ну, черт. Я вот дурак, не боюсь ничего. Люди нормальные и боятся. Я понимаю, сам когда-то боялся. Хорошо, хорошо. Ну, давай дальше будем разбираться. Итак, вопрос в эфир от Владимира Измытища. Виктор, в Европе пришла исламская крышка. Или все-таки наведут порядок? Как ты думаешь? Я как-то про Европу не думаю. Что такое Европа? Страна, территория как бы завоеванная пришельщик. Территория тоже вроде как не наше слово, да? Но в русском языке вот терра инкогнито есть, да? То есть земля неизведанная. Терра, земля. Отсюда территория. Отсюда интернет. Иной территории нет, да? От иной земли нет. Что там будет? Ну, смотрите, копы, если читали, они что говорят? Написано там у них. Сейчас библейская цивилизация, она неправильная. Давайте у мусульман верно все. Прочитал я Коран. Но Коран тоже часть Торы. Цивилизация, что правильно называть, историческая, из Торы которая. А две разновидности. Ну, мусульманская. Я вот с мусульманами говорил, меня товарищ мусульманин. В Калининград мне надо было ехать. Ну, на автобус опоздал, он там капутку. Ростанавливает. Он азербанчанец, мусульманин. Ну, вот. Я с ним поговорил о Коране. Ну, вообще, о жизни. Тогда выходил, начал деньги доставать. Ну, и какие деньги? Еще мне это самое, там, за фруктом ехало. И что мне там, грузов, помидоров дал, ты все. Потому что нормальные тут люди. Как относиться к ней? Что из нее взять? Любое учение можно развернуть, как учителя захотят. Ну, я вот ему объяснил, говорит, ну, это твое, вот ты, мусульманин. Ну, у меня свое, у меня ведическое понимание. Ну, мы можем жить мирно и дружно. Договариваться обо всем. То есть, без всякой войны. А что там происходит в Европе? Ну, заменяют они. То есть, библейский проект убирают. В общем-то, есть мнение, что еврейские, еврейские хотят убрать и заменить его саентологами. То есть, это все поверхностно. Опять же, это как вот. Что такое истина, правда, ложь. Истина, то, что истины. Слово-то, тина там. Что такое ложь, это то, что поверхностная информация. Что такое правда, это то, что извед, исправед. И вот, если сейчас страна в оккупации, то это истина. А правда будет тогда, когда мы освободим страну от оккупации. Вот тогда по правде будет. И не зря, и не даром у нас на Руси всегда правду искали. И найти не могли. Просто понятие. Здесь, опять же, смешение понятий идет. Правда и истина, да? Оно в истине все. И правда, и ложь. Ну, тина. В тине все. Вот, как я писал. Я там, янтарь ловил, он в тине. Ну, в тине там и палки, и рыба, и сочи кинтаря можно найти. То есть, как правда, да? Есть правда, кредит, ложь, неправда. А истина, немножко другое понятие, другая область, другая сфера. И здесь, если мы видим, что где-то тоже есть, что фильм есть, объясняется так. Те говорят, евреи, но не все евреи, а левиты. Но не все левиты, а генковины, у которых вот была передача, как же его формула власти называется, Гусман вел ведущий. Там он говорил, у всех президентов генковина есть. То есть, и у Путина тоже генковина есть. И у Ельцина, и у Лукашенко, и у английской королевы, и у Обамы. У президентов всех стран есть генковина. То есть, они все родственники. Здесь вот тоже эта информация там. Ну, Гусман, как проговорился, он говорит, генковина помогает достичь власти. Я немножко другой вывод сделал. Он помогает достичь власти, но и власти допускает только тех, у кого этот ген есть. Всего-то навсего. Поэтому, ну, мусульманами заменят. Вообще, что на Земле это происходит? Здесь я вот проверял, здесь вот, говорит, несколько представителей различных гомоноидных или человекообразных форм жизни существует, присутствует. То есть, несколько видов людей, можно так сказать, причем разных. Если взять реакцию Манойлова, вот, что открыл, то у евреев кровь становится сине-зеленого цвета, да, голубой, голубая кровь. То есть, кровь становится цвета реактива. Значит, у них в природе заложено приспособление, мимикрия. У слоян кровь остается красной. У нас это приспособленчество в природе не заложено. У нас все пытаются, чтобы мы приспособились ко всему. То есть, разное строение крови. И есть еще другие. Я тогда проверял, тут пишут, что 26 разных. Там из этих, из Плеяд, из Сириуса там есть, здесь есть. Действительно есть. И рептилоиды здесь есть. А это уже чисто вот христиане, христиане иудеи, евреи, мусульмане. Это формы, с помощью которых, как инструменты, с помощью которыми идет завоевание земли. И, кстати, Мидгард, земля, да? Мид, гард, город, да? Или, ну, в общем-то, понятно, ограда. Какая-то структура. А Мид? Министерство иностранных дел, так? Мысли, иже, добро. То есть, иже стоит, соединение. То есть, Земля, как, действительно, получается, как современная планета. Да, ну, Земля для того, чтобы здесь могли договориться разные представители разных человечеств, разных людей, с разных земель. Из пекельного мира, из Мирослави, да? Вот из наших миров. Здесь, как школа. Ну, кто как называет? Ну, вот. Поэтому, как события будут развиваться? Будут ли там мусульмане что-то, или христиане, или еще кто-то? Не знаю. И, кстати, смысл об этом думать. Но надо думать, что у нас здесь, в России, в общем-то, на нашей земле. Ты знаешь, я с тобой во многом согласен с тем, что, во-первых, если, давайте так рассуждать. Многих говорят часто о богах, да? Вот боги там наш, все там и так далее и тому подобное. И мы там должны доверять. Но когда доходит до практики, многие поджимают хвостики, как-то в хустики убегают и забывают про свои громкие слова, высказывания. Как-то это попахивает профанацией или глупостью какой-то. Так вот, если заявлять, что боги наше все, мы их наследники, и все творится так, как должно здесь происходить, а не просто так хаотично, то в этом случае необходимо это все держать всегда в голове, держать всегда в понимании и дрессировать себя на это осознание, а не просто на то, что нам, как собачкам Павлова, там вкладывает кто-то со стороны. Так вот, если боги наше все, то тогда ничто не делается без их воли. Как говорил один мудрец, ни один волос не упадет с твоей головы без воли богов на то, да? Так вот, опять же, если боги здесь все задумали, и если все здесь устроено как есть, то разные народы здесь для чего-то нужны. Вопрос, наверное, надо задавать не разным народам или иным народам, как у нас говорилось, о том, зачем вы это делаете, зачем вы так себя ведете нехорошо, зачем вы нас грабите, зачем вы там убиваете, травите, ну и так далее. То есть, жаловаться можно бесконечно, задавать вопросы можно бесконечно. А можно быть хозяином своей земли, просто быть хозяином, который делает определенные выводы, понимая, для чего ему эти товарищи были даны, для какой помощи, для какого урока, для чего и так далее. И тогда он перестает плакаться, перестает рыдать, он просто становится настоящим человеком. И любой сильный организм, он очень хорошо противостоит любым нападкам. Вот если сильный организм, то и бактерии, окружающие его, почему-то не оказываются на него влияния, и как-то паразиты в нем особо не выживаются. Как только слабина, как только какая-то там болезнь, допущенная его ментальностью, его мышлением, то в этом случае сразу и паразит откуда-то приползает, и сразу кто-то лезет за мылом с эвгар для того, чтобы себя бактерии эти смывать, убивать их и так далее. Кто-то там за доместос, еще за чем-то какие-то, я не знаю, что там еще придумали, чтобы избавляться от бактерий, глупость очередную. То же самое и от страны. Вернее, к стране то же самое подходит. Если страна сильная, то не найдется ни одного агрессора, который бы захотел себе зубы переломать или кости. Как только есть какая-то слабина или намек на слабину, то враги сразу же начинают агрессию эту в жизнь воплощать. Ведь любой агрессор, по сути, это, ну если это неправильный, неправильный, конечно, гнев, который необходим для того, чтобы восстановить статус-кво, восстановить то свое предназначение в жизни и так далее. Если это агрессор, имеется в виду бандит, который пришел воровать, так вот надо понимать, что ни один хищник не нападет на сильное животное, которое может хищнику сломать лапу, перебить хребет, выбить зубы. Потому что хищник тогда становится нежизнеспособным. Так вот, любая сильная страна, у которой нет изъяна, как в верхах, так и внизу, она никогда не будет атакована кем-либо извне в открытую. Да, будут пытаться как-то залезть, как-то там нашкодить, как-то там глистов запустить. Но опять же, если сильный организм, а страна это такой же сильный организм, а по-моему лучше говорить слово держава, то в этом случае ни один гельминт здесь не уживется. Вопрос-то стоит в том, что вот у нас часто рассуждают, а вот что там Дума приняла, а вот что там Совет утвердил, а вот что там министр или президент выписал. И я всегда вижу одну проблему, что куча вот этих всяких решений, которые принимают названные структуры, они идут не от того, что все хорошо настроено, а от того, что не настроено. И вот приходится просто заниматься латанием. Друзья мои, вы просто сделайте один правильный закон по совести, по роду, по праве, и тогда не придется вообще ни одного подзаконного акта выпускать, не придется никаких поправок вносить, не придется там что-то дополнять, что-то убирать. Просто один правильный, правильный, здесь слово ключевое правильный, закон, который будет действовать на всей территории Российской Федерации, а потом с таким же успехом его примут и другие страны. Вот и все. И это самый простой способ решения всех проблем – сделать сильными каждого человека в стране, сделать сильными всю державу. Но кому-то, видимо, не угодно, чтобы были сильные люди, потому что сильный человек, он неуправляемый, он сам управляет всем этим миром, он сам назначает тех, кто будет ответственен за определенные дела и процессы, чтобы это все происходило. Он выбирает лучших, а не тех, которые кричат «выбери меня, выбери меня, я круче, у меня там золотой унитаз, у меня больше седалища, а у меня там красивее глазки, например, или грудь выше, чем у других». Вот, то есть, если вот так подходить, то в этом случае тогда становятся на свои места и никаких подзаконных актов, никаких вот этих вот дум, которые там заседают днями, ночами, бедные, несчастные, и не знают, чем бы еще заняться, как бы там себе зарплату увеличить и как бы сражаться с темными силами. Их просто будет не нужно. Они будут решать более практичные, простые дела на местах, возможно, не сидеть и не мучить себя и что-то еще там нехорошее делать. Вот мне так это видится. Не знаю, согласен ты с этим, нет? Конечно, согласен, в общем-то. Ну, я говорю, вот, когда мы, я уже понял, что наша есть наша. Когда все осознают это, наша есть наша, а не как бы чужое, а не как бы не наше. Наша есть наша. Наша земля. Наша жизнь. У нас есть право управлять нашей жизнью. Боги помогают тем, кто что-то делает, к чему-то стремится. Боги почему позволили так? Скорее всего, здесь еще и как школа. Как если ты, ну, как меня. Отец, научи плавать. Вот озеро иди учись. Отец, научи на коньках кататься. Принес коньки, вот коньки учись. На лыжах кататься. Вот тебе лыжи учись. Примерно так же и поступают боги наши. То есть, учитесь. Учиться нам надо. У нас есть потенциал и сила богов. Только его раскрыть надо. Извините, вот есть же спас казачий, да? Практика. Я могу подтвердить, что это действительно, и реально, и действительно возможно. Потому что у меня был свой опыт. Когда мне надо было уйти, там узбеков было в кафешке. Меня ограбить там хотели. Я одного ударил, я видел, как он падает. То есть, он меня хотел ударить, я ему в ответ. Я видел, когда шел, как рука, кулак летит. Медленно, медленно. По отношению. Когда я вышел из этого и ушел. Не бежал даже. Перешел через дорогу, там метров сто прошел, да? Получается. А до двери из этого кафе всего два метра. Ну, два шага всего. И я уже развернулся. Смотрю, бегут за мной или нет. Гонятся или нет. А никого не вижу. Достал сигарету, закурил. Смотрю, только дверь открывается и выбегают. И вперед посмотрели чуть-чуть. И по сторонам из-за здания, где я. Потеряли меня. Понимаете? То есть, время получилось. Ну, для меня оно шло нормально. А когда дорогу переходил, машины медленно очень ехали. То есть, скорость машин была, как скорость пешехода. Ну, впечатление у меня было такое. То есть, и это возможно. В состояние такое человек может войти. То есть, этому научиться. Тогда, как говорят, можно достичь уровня, что действительно и пули будешь ловить. Или уклоняться от них. У нас потенциал. Ну, просто если займемся, ну, невозможно победить нам. Понятно. Ну, в общем, давай просто подведем вот маленький такой подыток к этой теме. Что сильный человек, а именно, на мой взгляд, ведическое наше мироустройство, ведическая культура, она приспособлена для сильных людей, которые не стянают к Богу. Ой, я такой несчастный, я такой прям брошенный. Господи, спаси, Господи, помоги там и так далее. А те, которые понимают, что все уже дано от Бога, от богов, от предков. И этим надо просто пользоваться. Это необходимо развивать. Опять же, для чего? Ну, не для себя же, любимого, как некоторые считают. Хотя, в конце и конечном итоге, для себя так оно и выйдет. Для державного строительства, для родов своих, для тех, кто рядом с тобой живет. И в конечном итоге благополучие вот этого всего вызывает благополучие у тебя любимого. То есть, обратный такой ход. И если какие-то инородные здесь представления присутствуют, это не говорит о том, что надо сейчас брать кулаки, брать дубье там и кого-то просто там вырубать, выбивать. Надо сделать так, чтобы у этих товарищей не было даже мысли о том, что можно как-то поступить неправедно. Это может быть только в том случае, если вы будете сильные. Если сильный человек, но кто может против него что-то сделать? Если вы на стороне богов, кто против вас? Вот это необходимо понять. Высокие слова можно произносить бесконечно, но при этом быть слабым. Можно просто так жить. Можно просто так делать. При этом не имея против кого-то агрессию, но при этом еще так же не допускать агрессии к себе и не допускать каких-то грязей, провокаций. Ведущий человек – это тот, который побеждает до начала войны, тот, который не допускает войны, тот, который упраздняет все претензии до того, как они могут возникнуть. То есть, он не позволяет себе расслабиться для того, чтобы к нему были какие-то претензии, к нему были какие-то угрозы, какие-то гадости и так далее. Этот человек на самом деле ведущий. А неведущий – это тот, который постоянно ищет поддержку в каких-то высоких силах, демонов, богов, чертей, кому только он там не ищет. К ведунам, к черным ведунам, не нашим, к черным. Ну, к чернушникам раньше называли. Сейчас почему так называют, там, ведемыми. Чернушникам там идет еще что-то, подскажите, как чего и так далее. То есть, вот это основное отличие нашего мировоззрения, нашего мироощущения от того, что нам пытаются навязать. Сильными сами становитесь. Сильный – это тот, кто может противостоять любой ситуации, любому врагу и даже не допустить этой вражды. Сильный, мудрый, волевой, живущий по воле богов, по тому укладу, который от богов был дан, по тому строению, который он изначально, прежде чем на эту землю пришел оттуда, он же тоже там кем-то был приставлен, когда сюда вселялся, здесь что-то создавал. Он знает прекрасно, что надо сделать, откуда надо пойти, куда надо прийти и так далее. Вот задача какая – становитесь ведущим человеком. А ведущий – это тот, который осознает свое прошлое, свои рода земные, небесные и так далее. Вот этому посвящены все наши передачи. Чтобы вы становились человеками, не нытиками, не стяжателями, не слабаками, а ведущими – сильными, волевыми. И тогда не нужны какие-то революции, не нужны какие-то потрясения, не нужны какие-то войны. Сильный человек не допускает всей этой глупости. Он просто хозяин на своей земле. Вот и все. Ладно, подвели такой итог. Давай дальше. Здесь осталось у нас три вопроса. Я думаю, что мы сейчас разберемся с ними и будем потихоньку заканчивать наш сегодняшний эфир. От Дмитрия пришел вопрос. Дайте совет, как мирно жить с детьми, подростками. Вспомни себя, изучай психологию. Нельзя подростка заставлять, объяснять надо. Если ты понимаешь человека, как у меня дочка говорила, счастье, когда тебя понимают. Вот и все. Надо понимать, вспомнить себя, свои ошибки или какие. Психологию надо учиться, надо учиться и учиться. И любить детей надо, подростков. Если ты любишь человека и не заставлять его делать, вот как часто бывает, что иногда родители хотят, чтобы ребенок выполнил то, что им когда-то хотелось и не получилось у них. Не надо навязывать, рассказывать, а дать право выбора. То есть и направлять правильно, то есть и направлять, ну золотая середина должна быть. И направлять с одной стороны, но и не мешать. И не заставлять сильно там. А не заставлять можно только в том случае, если будет интерес. А интерес всегда возникает тому человеку, который интересен. Вот все очень просто. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Если вы соответствуете интересам ребенка, а ребенку всегда интересно чем-то заниматься новым, то в этом случае вы будете лидер, в этом случае вы будете товарищ, соратник, друг, как угодно это называйте. Если же вы становитесь неинтересным, он найдет интерес на стороне. И тогда вы не будете лидером. Лидером для него будет улица, какой-то местный, более волевой человек. Хорошо, если он будет здравого мышления, а не хулиган или какой-то бандюшка. То есть, будучи интересным для своего ребенка, подростка, вы сможете стать его другом, помощником, наставником, может быть, который поможет ему разобраться в этой жизни, в этом мире. Если же вы просто будете нудить, если вы просто будете твердить ему какие-то истины, что так делать плохо, но при этом не будете давать альтернативы и не будете показывать своими деяниями, а как делать хорошо, не будете вовлекать его в общее дело, а будете так смотреть просто, что там, как он болтыхается где-то там в озере, но кричит папа, это оно, говоришь, ну учись, учись плавать, ладно. То в этом случае тогда ничего хорошего не получится. Всегда, это же ваш ребенок, всегда надо нести ответственность за свое чадо, за своего ребенка. И с тем прицелом, что он должен стать лучше, именно должен, вернее так, вы должны сделать его лучше себя, он должен превзойти вас. Вот это наш подход. А подчинение, чтобы он был зависим от нас, это не наш подход, это инородный, чужой подход. Вот выбирайте, какой подход к жизни вам больше нравится. И из этого тогда будет складываться ваше отношение к воспитанию, к участию в жизни своего ребенка. И участие этого ребенка в вашей жизни. Тогда будет у вас и мир с вашим ребенком-подростком. Вот и все. Ну давай дальше тогда, да, Сергей, сын Леонидов. Ну сейчас еще дополнил, любите понимать. Вот дочка спрашивает, денег у нее вечно нет, работает, а без денег всегда сидит. И это не может купить, и это не может. Я говорю, давай я научу. Это практика эзотерики. Еще деньги в тумбочке. Я говорю, давай я тебя научу. А она смеется, этого не может быть. Я говорю, ну если не веришь, вот тебе пример, у меня они есть. Потому что сделал эзотерическую практику. Дополнительно. Не просто так это все. Давай она учу, не хочет, но не заставляю я ее. Вот не хочет, она ведой не изучает. Рассказываю. Библию она не хочет читать. Рассказываю, убегаю. Не настаиваю. Но отношения нормальные. То есть она совсем другая. У меня интересы другие. Чего у меня. Но иногда, что она нормально. Мы общаемся, нормально. Вот сейчас я у нее дома сижу. Интернет у нее. Понятно. И она выслушивает все эти разговоры твои. Вот она сидела сейчас. Крепится. Ну все, понятно. Не вынесла душа поэта. Ну ладно, хорошо. Давай дальше. Сергей Сын Леонидов. Вопрос в эфир. Что принципиально меняется при возврате паспорта СССР, если люди не меняются? Лично для меня, что та бумага, что эта? Я уже говорил не раз. Символы управляют миром. Символ написан, нарисован. Опять же, логика. Если одно туловище и две головы – это мутант. Так ведь? Ну если вы смотрите на герб, который управляет Россией, мутант управляет Россией, и у вас в паспорте мутант, который управляет вами, вот и что изменится? Уберите мутанта из управления. Вот знаешь, чем ты сейчас занимаешься? Ты занимаешься по российскому законодательству подрывом социального и политического строя. Стоп, Российской Федерации не существует как таковой. Она сама организованная преступная группировка. В любой группировке тоже есть. Советский Советский Республик, которому я дал присягу. Я нахожусь как офицер Советской Армии под присягой СССР. Все отлично, ты говоришь. Чтобы они преступники и какие там они законы преступные приняли, меня не касается. Все отлично, да, я просто закончу свою мысль. Дело в том, что даже у любой преступной, как ты говоришь, группировки есть свои какие-то уставы внутренние. И в том случае, если эти уставы внутренние кто-то превосходит, то в этом случае приходят те, которые выбраны в этой группировке за тем, чтобы следить, к тому, кто эти уставы превосходит или нарушает. Поэтому так или иначе, несмотря на все твои слова и отношения, по Конституции Российской Федерации ты занимаешься подрывом. Это статья. Дальше что ты говоришь? Нету Конституции Российской Федерации, она не принята. Это не статья. Подожди, это то же самое, что ко мне пришли вооруженные люди, бандиты, которые грабят меня, пришли. И говорят, что у нас такой закон, что мы тебя сейчас ограбим. И как я должен действовать? Я действую точно так же по отношению к этим бандитам, к этой преступной группировке. И смертны все люди. Я смертен, они меня могут убить, но они смертны. Я готов умереть и убить, защищаясь, я тоже готов. И они об этом знают. И я это сказал и полицейским, и приставом. Если вы меня пытаетесь убить, я приму адекватные меры. Но я свои меры приму. Я исповедую непротивление зло насильно. Я физически вообще ничего пальцем не пошевеливаю. Понятно. И звонить в 02 ты не будешь? Нет, конечно. Если придут вооруженные бандиты? Нет, они никогда не звонят. Ко мне приходили, они на кладбище сейчас отдыхают. Ну, такая участь у них. Но не поняли, ни с кем связались. Ладно. Хорошо. Кто понял, бьет. Кто не понял. Это их проблемы, да? В общем, получается, что если меняется, то есть поменять паспорт, вернуть в СССР, то в этом случае символика, которая в этом паспорте присутствует, она изменит кардинально что? Жизнь человека или что-то еще, помимо этого? Она изменит жизнь. Ну, дело в том, что надо что-то смотреть, что там есть в паспорте? Ну, во-первых, кто его вернет, надо вопрос тебе задать, да? Ну, да. Ну, кто вернет, вернуть-то и самому можно. И, кстати, около 100... Больше 100 тысяч паспортов сейчас на территории Советского Союза, на территории РФ, которая оккупировала СССР. Больше 100 тысяч паспортов. Думаю, даже закон там выносили, чтобы применять, разрешить эти паспорта. То есть, более 100 тысяч тех, кто не получал российские паспорта. И живут по ним, по СССР, паспортам. Ну, хорошо, а если человеку уже забрали паспорт, ну, помнишь... Ну, вот у меня забрали, у меня нет паспорта. У меня сейчас аусвайз российский, ну... И как же ты живешь, если у тебя нет паспорта СССР? Ну, нормально я живу, а что? Нет, то, что ты живешь нормально, я понимаю. Как ты живешь в том случае, если ты говоришь, я гражданин СССР. Тебе говорят, будьте любезны, паспорт предъявите, пожалуйста. Свидетельство о рождении. Паспорт не написано, что гражданин. Паспорт не предъявит гражданин. Я говорю, вот, гирюспруденцию надо изучать, законы надо изучать, и правильно их знать применять. То есть, идешь, например, покупать билет, тебе говорят, паспорт предъявить, ты говоришь, вот свидетельство о рождении, да, продайте мне билет по этому свидетельству о рождении. Не так. Ну, ты решил, например, в Москву слетать. Давай сейчас пробуем. В 41-м году, в 42-м, у моего деда был аусвайд, немцы выдавили, для передвижения по пуперинной территории. Без него никак нельзя было среди оккупантов передвигаться. Сейчас без паспорта, без аусвайства Российской Федерации тоже нельзя передвигаться. Проблемы были. Поэтому у меня есть этот аусвайс паспорта Российской Федерации, который он называет. Он гражданство не определяет. Здесь я говорю о символике. То есть, люди доказали, есть паспорта РРР выписывают, да? В суде доказали и применяют паспорта РРР, а не РРР. Паспорта Советского Союза есть, кто добился. А есть, просто игнорируют эту всю. Вообще, систему. То есть, ни пенсии, ни работы не получают. Ну, то есть, вообще, они в стороне. Ну, работают где-то, деньги зарабатывают на жизнь, что-то. Паспортами СССР, но они никаких пособий не получают, ничего. А здесь важна еще символика. Я же говорю, символика. Кто управляет больше? Ну, хорошо, хорошо. Вот, то есть, еще раз говорю, у тебя есть, значит, паспорт, аусвайс, ты его называешь, то есть, это, как, оккупированная территория, да? И есть свидетельство о рождении. Вот, в том случае, если тебе надо сказать, что ты гражданин СССР, ты достаешь из широких штанин вот свидетельство о рождении. Знаете, читайте, изучайте юриспруденцию. Если тебе нужно, грубо говоря, там, приобрести какой-либо предмет, где требуется паспорт, то в этом случае ты достаешь из другой штанины, вот, смотрите, паспорт РФ. Вот, недавно я покупал сим-карту, да? Там требуют паспорт. Так. Я предоставил паспорт РФ. А в договоре там написано, где родился, да, я написал СССР, дописал. Я родился СССР, и я гражданин СССР, там написал в этом договоре. Где есть гражданство указано, я пишу гражданин СССР. Где родился, я пишу СССР. Добавляю Калининградская область, РСФСР, СССР. Ну вот уточнение от Сергея, сына Леонидова. Пенсию по Аусвайсу получаете? Если будешь по паспорту СССР, получаете, что в корне изменится? По Аусвайсу сейчас я получаю. Я же говорю, против нас было применено психотронное оружие, психотропное оружие. Оба вида. То есть психотропное это с пищей, с таблетками, с напитками. А психотронное это через электросети, через телевидение воздействие. В результате много мы не понимали ничего. Паспорт СССР я хотел оставить, у меня его просто порвали, я не стал ругаться тогда. Ну ты знаешь, у многих даже, которые паспорта СССР хотели сохранить, пришло время. Там же в паспорте сзади на корочке написано. Паспорт меняется в такие-то, такие-то года, то есть по возрасту. Есть несколько смен паспорта. Поэтому тут, хочешь или не хочешь, если ты подчиняешься уставам СССР, а паспорт, он как представительство твое, то в этом случае ты должен соответствовать, выполнять требования этого же самого паспорта. И вот тут, естественно, многие попали в просаг. Если ты просрочил, то в этом случае паспорт становится недействительным, и в этом случае тогда ты попадаешь под все санкции. То есть ты не можешь, например, ходить с паспортом уже 40 или 50 лет, а у тебя фотография до 25 лет, грубо говоря, или 25 лет. То есть здесь ограничения, которые присутствуют в самом паспорте, они ставят очень серьезные препоны по его использованию. Этим паспортом могут до сих пор пользоваться и люди, которым в то время уже было больше 45, насколько я помню, когда там паспорт меняется в последний раз. То есть получается, это уже очень малая часть нашего населения. Ну ладно, хорошо, давай переходим к последнему вопросу. Дело в том, что смотри, ну разумно поступать надо. Ну понимаешь, я говорю, в 41-42-м у деда был Освайс, но он от этого не перестал быть гражданином СССР. И у меня, и сейчас вот, ну если, ну нет другой возможности, кроме как с Освайсом РФ, паспортом РФ делать. Ну а что делать тогда? Ну я говорю, ну некоторые там вообще просто отказываются, ну если ты в городе живешь или я в городе живу, да? Если я пенсию получаю, меня заставили через Сбербанк ее получать. Ну здесь-то, когда есть что-то, вот если что-то не могу сделать, не в моих силах, да? Да? Я, что дергаться-то? Вот я делаю то, что могу сделать, что в моих силах я делаю. Я почему говорю, разумно, насколько сил хватает, просто понимать все это и дальше делать по обстоятельствам. Ну я говорю, вот я перестал платить за это, за ЖКХ, вот все, что я могу сделать. Я могу в интернете вот говорить, выступать, я выступаю. Все, что я могу сделать пока. И с ними договорился, они меня не трогают, я их не трогаю, как бы паритет пока наступит будет. Хорошо, но это пока они не придумывали, как тебя бы там еще к ногтю прижать. Да, вполне возможно, ну я же тоже думать умею. Ясно, будем думать. Хорошо, ну и да, последний вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Виктор Леонидович, здравия. А могли бы рассказать значение слова лабиринт? Ну ты просил уже эфир вообще по словам, так что не знаю, будешь ты сейчас слово лабиринт разбирать или нет? Тем более, что лабиринт все-таки не совсем исконно наше славянское слово. Хотя кто-то утверждает, что все вообще слова наши, вообще все. Я утверждаю, что все наши, просто значение его. Не в том, что вот сейчас лабиринт, это понятно что-то запутанное, какая-то траектория, дорога с препятствиями, да, где-то надо выбраться откуда. А что он на самом деле слово обозначает? Ну хорошо, я к тому, что я согласен с тем, что изначально большинство слов были наши, но просто те дополнения, которые, окончания или какие-то изменения внутри слов, они же происходили у других народов, которые заимствовали слова у нас. Поэтому является ли исконным то слово, где уже окончание или внутри какие-то буквы добавлены или убраны из-за того, что некоторые иные народы, ну не могли некоторые буквы произносить, да, вот они заменяли их на что-то. Или не могли как-то выговаривать что-то, они что-то заменяли на что-то. Вот, поэтому здесь надо на это обращать внимание. Конечно же, я согласен с таким принципом, что изначально большинство слов, они были нашими словами, но потом-то их все-таки меняли. Есть спина, есть спиной, есть спинаус, например, да, но спинаус – это наше слово, разве уже наше спиной или спина, а спинаус – это уже измененное. Но если мы будем разбирать, если мы будем разбирать слово спинаус по нашей буквице, то получится некая интересная такая игра слов. А если мы будем спинауслово разбирать, русское, то тогда, может, какое-то и правильное значение здесь вылезет. Я с этой точки зрения, а не с той точки зрения, что я отрицаю, что нет, там наших слов очень мало. Нет, ни в коем случае. Ну так что, будем разбирать или все-таки не будем, дальше пойдем? Нет, вот смотри, вот слова наши, а его вот у Лукашевича объяснено же все. Сделали черамутные языки все. То есть взяли слово исконное, да, и стали применять в другом значении. И так появился другой язык, где много слов принимают в другом значении, в другом произношении, в другом написании. Но сначала написание шло, скорее всего, потом менялось значение. Вот так вот, то есть наши слова, они применяются в другом значении. Даже в русском языке современном много слов применяется в противоположном даже значении или вообще не в таком значении, в котором они должны быть истотными. Всего-навсего. То есть слова-то наши, а значение другое, искаженное. Ну ладно, в общем, я просто спрашиваю, лабиринт будем или не будем до конца? Или все уже заканчивается, что время 23 часа по Москве? Или уже давай закончим, наверное? Давай, давай, это самое. Все-таки вот эти вот все вопросы, да, будем делать тогда как-то? Я не против того, чтобы сделать нам через месяц, например, передачу где-нибудь там в августе, где мы с тобой будем разговаривать только о словах. Ты наберешь, например, там десяток или двадцать интересных слов, которые мы с нашими радиослушателями разберем. То есть не просто так, а вот дайте-ка вот это значение дайте, а ты осознанно подготовишься и сделаешь такой некий доклад по нашим словам. Вот как такое предложение? Нет, у меня же другое. Я же говорю, вот делать передачу, вот в чате, да, часто, есть вопросы. Вот, собираемся, можно делать, ну как, вот чат делаем и обсуждаем любые вопросы. Вот с точки зрения, чтобы логике соответствовало все, все, разбираем все, да, вот. И вот записываем, попробуем сделать передачу. Вот со Светой говорил, она согласна на такую форму делать. Я Света. Хорошо, тогда давай так, ты просто объявляешь, что в такое-то время, например, у нас незадетственные эфирами есть времена, когда ты можешь объявить, вот суббота, воскресенье, там, понедельник, к примеру, да, вот в такое-то время собираемся и начинаем дружно мозговой штурм подготовки программы по словам. И вот можешь прямо сейчас это объявить, потому что как-то это потом будешь народ собирать, я не знаю, вот сейчас просто. Вот я говорю, организатор нужен, чтобы кто-нибудь... Ты и сам организатор, ты просто скажи, ты просто скажи, вот в понедельник, грубо говоря, или там, в воскресенье, или в субботу, собираемся там в 6 часов вечера, там, или в 7 часов вечера по Москве, и чтобы это было и Дальнему Востоку удобно, и твоему региону было удобно. И начинаем мозговой штурм. Какие слова будем озвучивать? Тебе накидывают кучу слов, вы разбираете, а потом все это выносите в эфир. И будет, мне кажется, вполне интересно. Но это мое предложение. Давай ты сейчас буквально две минуточки подумай, и потом об этом, значит, вот скажи. Хоть сейчас... Просто надо кто еще, вот кто... Просто чтобы поняли, если есть у кого-то еще... Ты сейчас можешь объявить, что я собираю электорат по словам вот в такое-то время, в чате Народного славянского радио, вот в такой-то день. Вот прямо сейчас ты объяви, и сам появись, и начни разговор. Вот сейчас тебя слышат многие люди. Вот, допустим, в понедельник в 17 часов я буду в чате славянского радио. По Москве. Да. Значит, в 17 часов люди, друзья, кому интересно, человеке, кому интересно создание передачи, то есть творческий подход, предложенный Виктором, пожалуйста, собирайтесь в 17 часов в понедельник по Москве и общайтесь, создавайте программу. Виктор будет фиксировать все слова, которые будут поступать, расшифровку, будет думать, а в дальнейшем будет создана передача, где вот все это коллективное творчество вылится уже в законченную некоторую форму. Итак, понедельник в 17 часов по Москве встреча в чате народного славянского радио. Все? Договорились? Больше организации никакая не нужна. Такой желающий будет, значит, чат проводим, записываем, потом тебе для одобрения. Нет, чего, ты как скажешь, так и будет, я постараюсь быть тебе. Дело в том, что пробную надо все равно, чтобы посмотреть. Ну, хорошо. Там уже договоримся. А потом можно будет и прямые делать просто. Хорошо. В общем, определились. Пробную. Это мы назначили понедельник в 17 часов, в московское время. Собираетесь и определяетесь, решаете. А дальше посмотрим, получается ли у нас коллективное творчество, как, в принципе, это и должно быть на самом деле. Вот заодно и будет такой тест. Очень интересная практика. Ну, что ж, у нас остался маленький вопрос, который ты не озвучил. Это здесь написано. Заявление. Вот давай в заявлении. Что ты имел в виду заявление? Я же его зачитал. Я сделал заявление. Всем гражданам СССР против граждан СССР было применено психотронное и психотронное оружие. В СССР были уничтожены органы власти СССР. Территория СССР была оккупирована. Изнутри. То есть, с помощью предательства определенных лиц, которые вверху были. Сейчас я осознал это. И многие осознают это. И то, что был референдум в 1991 году, который приняло это высшая власть по всем конституциям, по всем законам. То есть, сейчас должно действовать СССР. Вот его надо просто органы власти восстанавливать. Каким образом? Точно так же по копному праву. Без всякого тайного голосования. То есть, механизмы, как первые советы были. Там же не было этих голосований тайных. Как начинался Советский Союз. Просто по этому принципу надо учить и понимать. Вот я это заявление сделал тогда. Вот оно. Все. Значит, тогда, если это все сделано, значит, что-то я не понял, что это было заявление. Ну, раз оно сделано, то программу мы считаем, что довели до финала, до логического окончания. Итак, у нас в заключении есть традиция, когда мы что-либо нашим радиослушателям говорим доброе, вечное от себя, чтобы душа развернулась и чтобы над чем можно было подумать. Ну, здравомыслие. Ну, что такое здравомыслие? Как же? Прочитать, узнать, чем компетентного человека. Он не один может быть у разных. Проверить, собственно, на опыте. Когда все три категории совпадают, значит, все верно. Ну, еще вот, я же говорю, которые вопросы есть, если будут еще, да, и по эксплуатации, в общем, по любым. И по буквице, и по эзотерике, и по сновидениям, если надо. Обсудить это все, просто проверить с логической точкой зрения и научиться учиться, как я учился учиться, я умею учиться сам. Я могу взять книгу и изучить ее. Вот. Как я делал, взял химию, которую не знал, мне дочка в девятом классе говорит, расскажи мне химию, объясни. Я говорю, я ее не знаю, а ты обязан, ты, отец. Вот. Я взял, прочитал ее и объяснил, сам не знаю ничего. Ну, понял, просто прочитал и смог объяснить. То есть взял. Вот это я умею делать. И, в принципе, я обучал людей компьютером, пенсионеров, да. Тоже получалось. Кто желает вот такой вот организации и учиться, и разбирать вопросы, и совместные действия какие-то делать, наработки, программу, да. Ну, вот завтра, ой, понедельник, да, понедельник, 17 часов. Все, ну, молодец. Хорошо. Так, тему разобрали достаточно подробно, на мой взгляд, и поговорили и около темы, и даже далеко от темы. Ну, думаю, все это пойдет на пользу. Потому, что очень много вопросов возникает. В частности, вот хочу также воспользоваться моментом, предложить. Если у вас возникли вопросы к Виктору Леонидовичу, то в этом случае вы можете через форму обратной связи писать вопрос Виктору Леонидовичу, предложение по эфиру. Вот. Хотим разобраться с таким-то вопросом. Ну, и, в общем-то, это будет все передано ему, и дальше при первой возможности будет сделан эфир. В заключение от себя хочу вот что сказать. Здесь прозвучало, ну, много прозвучало про СССР, и там в СССР были такие два понятия основные. От каждого по возможностям, каждому по потребностям, и от каждого по способностям, каждому по труду. Вот, от каждого по способностям, каждому по труду – это лозунг развитого социализма, который в СССР якобы уже на тот момент вошел. А вот от каждого по возможностям, каждому по потребностям – это уже лозунг коммунизма, до которого СССР так и не добрался, хотя все сроки уже намечены еще тогда, в те времена, по идее, прошли. Ну, как бы то ни было, Советский Союз, как нам рассказывал сегодня Виктор Леонидович, это та система, та организация, то государство, которое так как было, так и осталось. То есть были приведены факты о том, что оно продолжает существовать. А новообразование на территории Советского Союза, в общем-то, это неправильные структуры, которые не имеют места быть, они незаконны. Так или не так, я не берусь в этом как-то это утверждать. Я всего лишь навсего в данном случае предоставил возможность Виктору Леонидовичу высказать свою точку зрения. Понравилась она, не понравилась судить, опять же, не мне, судить вам, нашего уважаемого радиослушателя. И если у вас появляются какие-то предложения, опять же, присылайте, делитесь. Если сами вы считаете, что можете чем-то поделиться интересным уже в эфире, а не просто так прислать письмо, то, пожалуйста, милости просим. Общаемся в Скайпе. Запрос Скайпа можете также получить через форму обратной связи. Напишите мне, что вот хочу предложение вам прислать, какой Скайп, давайте пообщаемся. То есть радионародное не потому, что так просто объявили, а потому, что мы хотим, чтобы народ подключался к творчеству, чтобы у народа развивалось самосознание, чтобы каждый становился творцом-созидателем. Это касается всего. Это касается и музыкальной базы, касается музыки, которая звучит. Если у вас есть какие-то предложения по музыке, если вы такую музыку еще не слышали, то, опять же, через форму обратной связи пишите. Вот у меня есть база такая-то, такая-то. Она выложена на облаке каком-то Mail.ru или Яндекс.ru или где-то там еще. И она так расформатирована, что вот есть папка «Исполнитель», и там внутри находятся песни. Например, папка «Дядя Вася» и песни «Дядя Вася», потом «Тетя Груня» и песни «Тетя Груня» и так далее. Вот в таком формате ссылочку даете на эти папки. И скачиваются, если качество хорошее, если соответствуют нашему направлению, то в этом случае, скорее всего, эти песни появятся в эфире. Если же это какой-то там хэви-метал или что-то еще, хип-хоп какой-то, то, скорее всего, эти песни не появятся в эфире. Итак, это касаемо творчества. Если у вас есть какие-то статьи, вы пишете хорошо или умеете компилировать, или умеете сводить, или умеете корректировать, тоже, пожалуйста, пишите. Я вот хочу себя попробовать в роли редактора. Дайте мне статьи. Или вот я нашел статьи, вот так я их редактировал. Пожалуйста, вот получите. Если вы озвучиваете статьи, пожалуйста, можете прислать свои наработки. Для этого надо просто хорошего качества диктофон цифровой, и, в общем-то, больше ничего не требуется. Если вы умеете работать с музыкой, нарезать, обрабатывать, сводить, то же самое. Пожалуйста, милости просим. Творческие люди всегда нужны. Если вы чувствуете себя каким-то ведущим, у вас есть желание создать какую-то свою авторскую программу, вот как, например, Василий Васильевич создал программу, где звучат песни по заявкам радиослушателей, или как Светлана сделала программу новостей, или как Валька озвучивает программы очень интересные какие-то, или как еще одна наша сотрудница озвучивает братья месяцы, то, пожалуйста, никто не против. Делайте мини-эфиры. Если вы чувствуете себя каким-то корреспондентом, сейчас лето, активность очень большая, фестивали, форумы, пожалуйста, приезжайте, общайтесь с людьми, задавайте вопросы. Как вы здесь оказались? Что вам здесь нравится? Что бы вы хотели? Доносите это, присылайте. Все это будет выложено, все это будет означено. Если же вы просто потребитель, ну, тогда вам ближе мир потреблятства. Тогда вы будете в нем и существовать. Тогда не жалуйтесь. В общем, другими словами, если вы хотите изменить мир, начните изменять себя. Улучшайте себя, и мир будет улучшаться вместе с вами. На том стояла и стоять будет земля русская. На том и правда наша держится. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 июля 2016 года четверг, по одному из старинных шестой день месяца получения даров природы с 1524 лета. Кто празднует праздники по одному из старинных календарей, тех поздравляя с последним днем Русалии. Наступает День Бога Купалы скоро. Кто празднует по-христианскому, тех поздравляя с днем Ивана Купала или Ивановым днем. Ну и так далее. Мы говорили сегодня о жизненной позиции. Часть вторая. Главный соведущий, автор соведущий, Васенька Виктор Леонидович, за что ему низкий поклон. А нашим друзьям в чате я передаю тоже низкий поклон за то, что так активно сегодня общались, то, что писали много очень интересного, что задавали такие интересные вопросы. Будьте такими же любознательными, такими же наблюдательными, такими же интересными людьми, как вы сейчас себя проявили. И тогда все будет в нашей жизни хорошо. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Народная Славянская Радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Алексей, еще слово. Забыл. Говори. Это самое. Еще вот когда вот, говорю вот в понедельник, будем учиться, как на копе общались. То есть аргументацию приводить свою. Когда что-то мысль высказывают, как правильно аргументировать. Вот это вот. Учиться копного права одновременно будем. Вот. Все. Добавление. Ну все. Всем благ. Всех благ. Всем. Хорошо. Итак, с вами был Народная Славянская Радио. Народная Славянская Радио. Все нужно. Все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова